Спасибо большое, что пришли. Я в первый раз в городе Иваново. Меня пригласил один достаточно молодой человек, Шарыпов его фамилия, вам небезызвестная. И надо сказать, что... Ну, я не знаю, конечно, как у вас, но у меня сложилось впечатление, что у жителей города Иваново, когда они слышат про то, что Иваново — это город невест, им хочется этого человека распилить бензопилой и скормить пираньям где-нибудь в вашем бурном потоке, который тут несется промеж двух берегов. Поэтому, ну вот, возможно, я попробую как-то разбить этот стереотип в будущем, потому что, на самом деле, конечно, есть что рассказать о вашем городе и что показать. И я даже сделал тут вчера буквально одно открытие, которое я вам покажу потом, в конце, если вы мне напомните, потому что я могу забыть об этом. У меня там специальные фотографии отложены. Я начал с того, что я родился и вырос в городе Герой Ленинграде, и моя профессиональная карьера началась вот буквально у станка распиловочного, потом у фуганочного. Я вот похоронил там подушечки своих пальцев на радость моего мастера, который произнес очередной раз свою любимую фразу «Люди хрен на блюде» и отправил меня в травму. Потом я, когда учился в университете имени профессора М.А. Боч Бруевича, я, соответственно, подрабатывал на стройке, грузчиком работал. Ну, а потом еще два года продавал кроссовки, вопрашки. Вот у нас есть такой в центре Питера феномен, вот помесь такой, значит, Стамбула и Вьетнама. То есть, как бы тут вам Джакомо Квадренги, да, построил нынешний Фенек, а тот, значит, это горячая сосиска в тесте. Ну, то есть, соответственно, вот такая у меня была карьера. В 2004 году я переехал в город Москву, и до 2004 года я не знал, что такое питерский снобизм вообще. Ну, то есть, где я и где снобизм, да, ну, посмотрите на меня. Ну, вот переехал в город Москву, я вдруг, вы не поверите, ощутил себя таковым. Я не думаю, что это произошло бы со мной сейчас, если бы я туда переехал сейчас, потому что Москва изменилась, в лучшую сторону, во многом благодаря господину Сомянину. Это мое мнение питерское. Москвичи меня некоторые закидают помидорами. Но это полбеды. Ни один московский таксист, ни один не понимал фразы «Остановите у второй парадной». Никто не понимал. То есть, они понимали только слово «Остановите у второго подъезда». И тут у меня была недавно, значит, я вот пошел в гости к Степе, вот такой независимый музыкальный продюсер в Москве, живет в центре. И он мне звонил, говорит, ты где? Я говорю, да я уже все, вот твоя парадная. Говорит, парадная у вас в Питере, а здесь у нас подъезды. И также ни один московский таксист не понимал слово «Остановите после перекрестка в рукав». У них это называется «Маленькая дорожка». То есть, я до этого думал, что вот эти все шаурмы, шавермы, а вы, кстати, проклятые москали, у вас шаурмы. Вот. Все это шавермы, шаурмы, это все, знаете, ну вот для журналистов просто, ну как-то публику развлекать, потому что когда ты работаешь в глянцевых изданиях, тебе надо что-то придумывать. Но нет, на самом деле реально такое есть. И у меня была потрясающая история, я уже рассказывал ее несколько раз, когда у меня в Берлине, у меня там была такая ситуация, мне надо было переночевать быстренько в одном месте. И я захожу, там абсолютно пьяный какой-то казах, мне открывает в Курресберге в районе, и говорит, ты кто? Я говорю, ну я вот тут у вас номер снял. И там второй человек, который такой же был в доме, но пьяный, говорит, со второй фразы, говорит, а ты из Питера? Я говорю, да. Я говорю, а как ты догадался? Он говорит, по акценту. У меня, как раз, еще какой-то питерский акцент. Хотя некоторые комментаторы мне пишут, как же, как же надоел этот московский прононс? Вот тут и думай, как бы, на самом деле, как народ воспринимает ситуацию. Таким образом, в общем, есть, конечно, такая поверхностная история, есть история более глубинная. Противостояние городов центральных, это не чисто российская тема. То есть, например, столица Галлии, изначально было город Лунг-Дум, затем Леон. Пока вот Летеция, столица Паризиев, не росла-росла, выросла в Париж, да, и благодаря Хлодвигу не стало им. То есть, Леон и Париж, это вот пример такой, да. Ну или, скажем, Эль Классику, да, испанский чемпионат по футболу, Барселона, Мадрид. То есть, они же до сих пор это воспринимают, как просто военные действия, реально, потому что, ну, хватит кормить Мадрид, да, это вот слоган недавний каталонский и так далее. Ну или, например, в Штатах, то есть изначально столица Штатов, это город братской любви, Филадельфия, а уже потом был Вашингтон организован, ну и так далее и тому подобное. Поэтому мы сейчас начнем с того, можно показать первый слайд, как выглядела вообще Москва. Художник Аполлинарий Васнецов. Значит, это брат более известного художника Виктора Васнецова. Если вы будете в городе Москве, я вам самостоятельно рекомендую посетить их музеи. Значит, есть музей Виктора Васнецова. Виктор Васнецов это вообще такой наш первый фэнтези художник. У него, ну, вот эти все там волки летающие эти, значит, ковры, Аленушка и так далее. А вот это его брат. Брат, который писал, у него тоже есть мемориальная квартира, тоже рекомендую посетить, она совершенно потрясающая. Он писал Москву. Мне, когда я об этом рассказывал, там где-то мне писали, ну, он же жил же в конце 19, начале 20 века. Откуда он знал? Ну, откуда он знал? Естественно, он, прежде чем что-то писать, он чем-то покопал, почитал, послушал и изобразил. Изобразил, на самом деле, ну, конечно, с неким художественным домыслом, но на самом деле довольно точно. Вот типичная Москва. Обратите внимание, что VIP дорога, да, то есть тут досками уложено, то есть это очень хорошо, когда досками, потому что могло досок и не быть, да. Строения в основном все деревянные. Можно следующий слайд. Вот, вот Москва, да, вот Москва. Почему? Она же все время горела, она прекрасно горела, идеально. То есть как что, так сразу пожар, да, и бывали пожары, которые, в результате которых выгорало буквально, ну, вот полгорода, а то и весь. Ну и, собственно, знаменитый пожар 12-го года, он же почему? Не потому что там сталинский ампир был насажден, да, а потому что там все дома, которые даже казали, что они каменные, они все равно с деревянными перекрытиями, да. То есть вот у вас этот рабочий городок мне вот показывали, да, спасибо большое. Вот ты идешь, и там драночка такая торчит. То есть он как бы, оно вроде как каменное, а на самом деле оно нифига не каменное. То есть на самом деле оно вслеплено вот из того, что было, и я его вслепила. Давайте далее. Вот прекрасная картина, значит, причем на самом деле узнаваемая. Вот это Кутафьева башня. Вот это у нас торчит колокольня Ивана Великого. И вот здесь у нас протекала река Неглинная, мост. И сейчас я вам покажу, как эта местность выглядит сейчас. Можно следующий слайд. Вот. Вот осталась башня, вот осталась, в смысле, ну башня осталась, осталась колокольня. Реки Неглинной нет, естественно, ну и всего остального нет. Вот тоже прекрасный обращик. Белокаменная Москва, кстати, обратите внимание, Кремль, он же он был белокаменный, его красили известью. Вознесенские ворота. Воскресенские. Что-то мне переклинило. Ну, у меня это бывает. Приготовьтесь. Да, я, я, да, я, я великий мастер повествования. Меня за это любят некоторые комментаторы, посылают мне пламенные приветы, поцелуи, объятия. Да, часовня Иверской Божьей Матери, конечно, читаю. Как же уж. То же самое, мост, видите, идет. Река Неглинная. Можете следующий слайд показать. Вот это как выглядело до революции. Они еще были белые, их снесли, потому что туда танки не вписывались. Ну и вообще тогда же вот у меня была лекция про реконструкцию Сталинской Москвы и подразумевало, что вот большие колонны, рабочих трудящихся будут проходить и так далее. А вот как это выглядит сейчас. Ну, восстановили их на самом деле. Недавно остановили часовню. Вот, кстати, вот здесь стоял Иван Каляев, когда выпасал великого князя Сергея Александровича. И в итоге они его и грохнули, но уже на территории Кремля. Тут он первый раз вам. Ну, вы, когда я говорю, тогда будете, да? Ну, понятно, да, вот это вот, соответственно, картина. Можно следующим. А вот вам, пожалуйста, собственно, что это, да? Сердце нашей Родины, Красная Площадь, лобное место, собор Покрова, что на Орву, известный как собор Василия Блаженного. Вот тут, значит, какие-то ларьки, да, как бы мы сейчас их назвали. То есть вот она, Москва. Москва до Петровской Руси. Деревянная, и можно следующий слайд. Значит, и она развивалась точно так же, как развивались все средневековые города. То есть есть некий центр, и от него вот такая радиальная система распространения улиц, прорезанная. То есть все вот эти вот истории, это все защитные сооружения. То есть был Китай город, была стена, соответственно, у нас белого города, потом была стена у нас земляного города. Потом, это я скажу позже, при Екатерине Второй начали сносить все эти стены, и на их месте организовались бульвары и непосредственно садовое кольцо. А во время сталинской реконструкции бульварное кольцо расширили, садовое кольцо, извините, расширили, а бульварное кольцо оставили. Но его планировали продолжить, вот здесь вот не срослось у них. Можно следующий сайт. Ну и, соответственно, вот представьте, да, вот в этом замечательном стольном граде рождается мужчина, который выше меня, там, на две головы, с 37-мым размером ноги при этом, да, то есть уже говорится о некой непропорциональности тела. И у него, понимаете, огонь в глазах и еще одно место, один элемент в одном месте, да, соответственно, ему это все не нравится по ряду причин. Я сейчас не буду углубляться почему, потому что там и стрелецкий бунт, и начало, да, когда его родственников кинули на пике на его глазах, то есть растерзали. Время такое было, романтическое. И, соответственно, он был первым, первым вообще царем, который выехал за границу. До него, пределы нашей тогда еще не слишком необъятной родины, никто не покидал. Вот Петр Первый выехал, и, конечно, то, что он увидел, он это видел и в немецкой слободе изначально, да, ему это все нравилось. Почему я, так сказать, в двух словах объясню. Он выехал, соответственно, в Европу. И вот я вам сейчас хочу, можно следующий слайд показать фотографии, это уже мои личные фотографии, я их делал. Это замок Кронборг на севере Дании. Это замок, где, ну, а-ля там, Шекспир поселил Гамлета, да. И обратите внимание, что вот на том берегу, это уже Швеция. И можно, соответственно, следующий слайд. Вот это пролив. И, соответственно, Шведский берег. И сейчас я вам хочу задать вопрос, который задаю, обожаю задавать, всем своим экскурсантам и тем, кто приходит на мои лекции. Назовите мне, пожалуйста, две причины, по которым был основан город Петербург. И для этого не надо быть петербуржцем, я вам сразу могу сказать. Огонь. Но, Петр Первый, это не причина, это инструмент. Инструмент. Нет, на самом деле, лучше сказать, понимаешь, у нас не армия, у нас инициатива не наказуема, особенно для прекрасных дам. Реализация флота. Реализация флота, да, но это не причина, это опять-таки, это инструмент. Флот, это инструмент, да. Торговля. Для Балтики. Вы абсолютно правы, но вы опять-таки, вы говорите про инструменты. Это не инструмент. Хорошо, окей, это не инструмент. Вы абсолютно правы в своем, да. То есть, первая причина, это деньги. Вторая причина. Очень близко, очень близко, понты. То есть, хочу иметь сад не хуже, чем у французского короля, это доподлинная фраза Петра Первого. Он поездил по Европе. Вот эти две причины, понты и деньги, как бы они ни казались, это на самом деле двигатель прогресса. Из-за этого все ваши прекрасные купцы зачем-то собирались в коллекции, да, потом дарили городу музеи и так далее, и тому подобное. Это нормально, это позитивные причины, когда они развиваются в правильном русле. Не когда ты покупаешь себе Х-6 и ездишь, а-ля-ля, по городу с очень интересной музыкой, да, а когда ты, в общем-то, делаешь это на благо своего собственного государства. Вот эти две причины. Соответственно, теперь берем первую причину. Деньги, да, почему деньги? Почему я показываю вам эти фотографии? Вот этот шведский берег, это пушки датские. Соответственно, любой корабль, который плавит мимо, что делает? Платит. Не хочешь платить? У нас есть... Не плавить здесь? Да. У нас здесь инструмент убеждения есть, специально для себя. Этимент? У нас есть книжка, что до 1980-х годов бюджет Дании во многом формировался за счет денег, которые они собирали вот от проплывающих мимо кораблей. Вы можете представлять, да, какой поток денег? Соответственно, если ты хочешь торговать с кем-то в Европе, а Европа тогда было все, ну, как бы, Штатов еще нет, Китай там не по ничто, да, Япония вообще, извините, не открыта миру. Ну, про Африку я даже не буду заикаться и так далее. Соответственно, ты должен закладывать стоимость своего товара еще деньги, которые ты будешь отстегивать этим, 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 в общем, всем, да. А самое главное, тем, кто держит балточку. Петр I сначала хотел основать Петербург на юге, на месте примерно где-то Гонрог, но не нашел союзников. А здесь он союзников нашел и решил основать Петербург. И вот дальше уже начинается вот этот флот, вот это вот дальше все. Значит, это, как бы, первый момент, едем дальше. Дальше планировка. Вот это самый первый план по проекту Архитектора Лебло, он план утопический, но на самом деле частично, частично он начал реализовываться. То есть, когда он начинает заливать про то, что, как бы, первый план, вот этот масонский трезубец, это придумал Петр, нет, это придумал Яропкин в 1737 году. Первый план был вот такой. Обратите внимание, где планировали сделать центр. Центр планировали сделать на Васильском острове. Петр I хотел здесь сделать какой? Образчик чего? Какой город? Новый что? Новый Амстердам. Он хотел сделать здесь новый Амстердам. Система каналов, у нас там до сих пор не улица, а линия. Центральная площадь. И вот все вот такое, понимаете, прекрасное и великолепное. Он не учел там ряд моментов. Во-первых, наводнение. Ну, во-вторых, у нас вообще климат идеальный, как вы знаете, в Петербурге. Прям божественный. Не хочется оттуда в декабре никуда уехать совершенно. Поэтому вот это все он не учел. Поэтому этот план, конечно, он был абсолютно очень красивый, очень стройный, но абсолютно утопичный. И самое главное, что он утопичный с точки зрения дальнейшего развития города. То есть вот он вот такой вот, да, и все. Но принципиальное отличие от Москвы, и оно потом сказалось, это была регулярная планировка улиц. Вот не вот это вот где-то кривоколенный. Вот мне очень нравятся эти московские названия. Кривоколенный уже просто по названию понятно, да, то есть какое там было. А вот такое. Едем дальше. И вот в итоге реализованный план. Вот этот вот трезубец идет. Невский, Гороховый, Вознесенский. И вы обратите внимание, вот видите, какая сеточка, да? Прямо мечта урбанистов на самом деле. То есть Петербург, он принципиально отличается от Москвы именно по части городского планирования. То есть если в Москве все вот так, то в Петербурге все строилось, по его мнению, достаточно удобно. Отсюда новое слово в русском языке – проспект. В Москве, при Алексеем Михайлович, никаких проспектов, вы понимаете, быть не могло. Едем дальше. Ну и, собственно, некая идеологическая составляющая. Вот это как бы у нас герб города Москвы, да, узнаваемый. Вот у вас тут напротив, на площади тоже некий мужчина с копьем. Да, но вот это не новодел. И это как бы, ну, понятная история. Во-первых, это святой, да. Во-вторых, он поражает копьем. В XVIII век – это век аллегории. То есть там это все еще трактовалось в новой идеологии, что это на самом деле, например, Швеция. То есть в определенных источниках это подавалось таким образом, да. А вот герб Петербурга. Можно. Значит, никакого у тебя святого. И что самое главное. Значит, вот у вас на примере города Иваново это очень хорошо видно. Значит, у вас вот есть тут такая многоводная бурная река, куда морские лайнеры подплывают каждое лето, да. То есть, ну, вы понимаете, да, где Иваново или как там порт Пятиморей, да, Семиморей. Где Иваново и где там, я не знаю, Тихий океан, например. То есть, россияне той эпохи, они были не приучены к большой воде. Да, у нас была Волга, была. Но это все равно река. То есть, у меня вот есть выпуск на канале, у меня один из зрителей, он работал инженером на постройке, реанимировали Полтаву. Поставили, построили с нуля и с дерева. И они рассказывали мне, что как бы они с этими своими компьютерами, 3D-моделями, они до сих пор не понимают, как эти все деревянные детальки поженить. А как они там вот с помощью топора и головы это все строили. Вообще непонятно. На самом деле, что вы понимаете, построить парусник морской, это как сейчас построить, не знаю, там, крейсер, авианосец. Ну, то есть, вот абсолютно идентичная история. Федор I показывает совершенно новую идеологему. То есть, у нас здесь два якоря. Один речной, второй морской. Посередине, соответственно, царский символ. То есть, это то, чего, в принципе, особенно морской якорь. Ну, какой-то морской якорь во времена Ивана Грозного. А у нас вот, пожалуйста. То есть, он задает вектор, совершенно новый вектор развития городу. Есть еще одна очень интересная деталь, которую подметила, к сожалению, ныне покойный историк Леонид Мацех. Можно следующий. Вот это, это герб Ватикана, в духовой постасях. Вот, особенно вот этот вот мне нравится. То есть, вот верните предыдущий слайд. Да? И следующий. То есть, на самом деле, как назывался изначально Петергоф? Новый парадиз, новый рай. То есть, Петр I строил для себя новое некое царство. Как и Сталин потом в Москве пытался построить некое свое новое царство государства, так и Петр I. Почему Сталин так любил Петра? Потому что у них во многом вот стратегические мысли сходились. Правда, Сталин говорил, что Петруха не дорубал, если верить, как бы, Эйзенштейну. Два ключа, понятное, и папская тиара. То есть, это еще, понимаете, для людей того времени, особенно, конечно же, для Европы, потому что, ну, мы же, мы, это ключевая наша тема сегодняшняя, да, взгляд на Европу, чтобы ни у кого, опять-таки, не было сомнений, куда мы метим. И Петр I, на самом деле, он настолько приучал людей к воде, что он в начале фонтанки, он построил так называемую партикулярную верфь, партикулярное платье, и было такое выражение, вот, в литературе 90-го века, это значит, не военное, не военное платье. То есть, ну, как casual, да, мы бы сейчас сказали, casual style. Вот партикулярная верфь, это значит, не военная верфь. Он там строил катера деревянные и бесплатно раздавал их семьям дворянским. Это как сейчас раздавать, ну, я не знаю, мерседесы бесплатно. Ну, единственное, техобслуживание за ваш счет, и как, соответственно, он захочет куда-то поплыть, все собираются и гребут. Но, пожалуйста, получай бесплатно. То есть, вот он и запрещал мосты строить в Петербурге. Первый постоянный мост в середине 19-го века. До этого, только после смерти Петра, у нас появился первый наплавной мост, плашкотный, так называемый. При Петре запрещали строить мосты, чтобы народ привыкал к этой самой большой воде. То есть, вот как котят к лотку, он, россиян, соответственно, приучал к этой самой большой воде. Поехали дальше. Успенский собор. Узнаваемая форма собора для нас, для всех. То есть, русский православный храм, там, соответственно, венчание на царство, императоров, бла-бла-бла, патриархи наши похоронены. Какие соборы начали возродить Перепетрия? Давайте следующий слайд. Ну, вот эту, для вас, получается, правую часть можно забыть, потому что это великокняжеская усыпальница, она возникла уже в начале 20-го века. Это стилизация очень удачная. Вот Петропавловский собор. Посмотрите. Вот вы представляете себе такое в 17-м веке, например. Москве вдруг появляется, да? То есть, во-первых, что это напоминает вам? Западная зеркалька. Не, ну, храм — это прям капитан-очевидница, но это храм и есть. Корабль. 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 Смотрите, мачта, да, корма. И это еще такая европейская ратуша, на самом деле. У этого храма очень большие окна, чего не было в православных церквях. Там внутри вообще заставляется не встать. Там позолоченные статуи. Ну, вы много видели позолоченных статуи в городе Владимире, например, в одном из храмов? Ну, там второй он практически пустой, но в самом главном, да? То есть, вот он строит вот такой. Ну, вот этот шпиль — это уже после Петровски, но все равно он там был. Он тут просто был пониже, изначально шпиль. То есть, вот появляется вот так. И представляете, вот люди того времени, люди того времени, какими глазами они на это все смотрели. То есть, ну, он их приучал к этой новой мысли. То есть, у него вот эта морская символика была заложена даже в храме. Вот эта аллегоричность. Едем дальше. Крепости, какие он строил, да? То есть, вы помните, Кремль, он вот такой, он не круглый, не овальный, он вот такой вот, да? А вот он, пожалуйста, Петропавловская крепость. Ну, это основной французский был проект, Вабановский был такой человек. Все строго, выверено, геометрично. Вот это тот самый Васильский остров. Вот если поплыть туда, то приплывете в Скандинавию. И даже здесь, видите, на Васильском острове, видите, такой большой проспект. Он так и называется, большой. Вот. Соответственно, вот эта крепость, вот этот корабль в центре плывет. То есть, совершенно новый принципиальный подход. Едем дальше. Архитектура. Новая архитектура, барочная, появилась. То есть, если у нас, у нас гражданская архитектура до Петровска не так много сохранилось. И, как правило, это, ну, такие, то есть, палаты белокаменные, либо краснокаменные, с небольшими такими оконцами. Ну, может, там, наличничек сверху, там, еще что-нибудь, там, фриз какой-нибудь идет. И это все. А вот вам, пожалуйста, барокко пошло, Петровское, да, с этими завитками. Вообще, форма триумфальной арки совершенно принципиально новая. Тут вообще барельеф определенный. Ну, то есть, это, опять-таки, совершенно, это то, чего не было. Это полная инновация, полный переворот в сознании. Поехали дальше. Ну, и вот тут мы уже переходим к инструменту еще одному. Петр Первый стал бороться, например, с бородами. Возникает вопрос, почему? Почему нужно брить бороды? Вопрос к вам. Нет, это уже... Гиена, совершенно правильно, да, это очень хорошая причина. Нет, ну, это, это, вы правы, да, это право, это эстетическая часть. Он хотел, чтобы мы выглядели как европейца, да, но была еще практическая, на самом деле, задача. За деньги. Потому что гладиолус. Это мы повторяем, собственно, причину уже. По поводу, вот, храмов и бородов. Да. Дело все в том, что, вот, именно, ну, беря временные промежутки Москвы и Петербурга, дело все в том, что на тот момент, когда стал строить Петербург, даже, вот, производство стекла было очень трудоемким процессом. И только в Петровскую эпоху оно было более, скажем так, развито. Правильно, да, такая. Поэтому вы говорите, что в Москве маленькие, а в Петербурге стали большие. Они окна большие, но растекловка там все равно маленькая. Понимаете? Вот вы посмотрите на Менчиковский дворец или на любые дворцы, вы увидите, что там вот такая вот, знаете? То есть они большие, но растекловочка там маленькая, потому что вы совершенно правильно говорите, еще не умели делать стекла до них размеров. А зеркала вообще ценились на весь золото. Нет, это не потому, что, как бы, стекла не умели делать. Тогда, да, нет, при Петре Первом она так же была не развита еще на тот момент. Они еще вот таких стекол не делали тогда. Но они уже делали. Короче, ладно, не буду вас мучить на самом деле. Вы когда деретесь, например, друг с другом, вот у девушек это хорошо наблюдается, да. Да, но у девушек бороды нет. Соответственно, они хватают сразу за волосы. А мужчин помимо... А мужчины наоборот тогда. Волосы были не очень длинные, а вот борода... Будьте нате. И когда у тебя бой, то первое, за что тебе хочется схватить своего прекрасного противника, это борода. Ну, а дальше уже, так сказать, по желанию. То есть на самом деле... То есть на... А? Борода не мешала поместной коннице воевать. Ну, интересно, почему она не мешала коннице. Давайте подумаем. Ну, так просто, мне интересно. Может, потому что они на конях? Ну, я так... Логично, я про это и говорю. Конницы, да, но я же говорю про... Она только в рукопашке. Я понимаю, но мы-то сейчас говорим про... Вы еще про купцов скажите. А вот купцам она не мешала торговать. Да, не мешала абсолютно. Помогала даже. Я сейчас говорю про, естественно, когда у вас рукопашный бой, который тогда, я открою страшную тайну, случался довольно часто. Когда заканчивались ракеты, бензин, переходили в рукопашный бой. Вот. Была такая тенденция. Иногда сразу переходили, да. Поэтому, на самом деле, вообще, очень многие реформы Петра не заточены на то, чтобы победить в войне. Ну и дальше едем. Ну, тут я просто подобрал свои любимые картинки, да. Хаб Фистерс. То есть, вместо Фак Хипстерс. Хаб Фипстерс. И едем дальше. А это уже, на самом деле, цирюльник обревает не просто, как бы, бородача, а, по-моему, там Раскольника или Старообрядка. Да, Раскольника. Он обревает. Ну, потому что именно в их среде началось вот это, что прислали нам жида Паганова из Колена Данова. Подменили же Петра, если вы знаете. То есть, прислали нам другого. Того, я уж не знаю, что с ним сделали. Да, наверное, проклятые жидомасоны там что-то нехорошее с ним сделали. Вот. Это уже агитка того времени. То есть, фактически пропагандистский плакат. Едем дальше. Ну, и вот, соответственно, какие, видите, красавцы раньше были до Петра. И вот, можно следующий слайд показать. Ну, тут эволюция российской армии, но вот при Петре была вот такая история. Появилась еще парик с косой. Тоже вот, меня всегда поражало, что вот за трансвестистские какие-то игры, да, вот эти вот парики. Для чего это, ну, для чего нужна была эта коса? А оказывается, я это не сразу узнал. Оказывается, туда вставлялся стальной пруд, чтобы тебе не перерубили шашкой или саблей, или чем-то еще там, голову. Сразу же. Вот. То есть, опять-таки, все. Ну, и понимаете, как бы, ну, тут меня, может быть, любители старины закидать помидорами, но все-таки в кафтане, ну, да, наверное, на лошади, может быть, нормально скакать. Но когда ты бежишь куда-то или еще что-то, то кафтан это, наверное, не лучшая все-таки одежда. Ну, согласитесь, да? Это, на наш взгляд, тоже, знаете ли, не современный ОМОН, но все же познаются сравнения. По сравнению с кафтаном это все-таки более приспособленная одежда для войны. Едем дальше. И вот здесь, соответственно, начинается такая история. То есть, Петр I, мало того, что он перенес столицу на новое место, но это же, ну, вы поймите, это какой нужно иметь характер вообще у человека. Он перенес столицу в то место, объявил ее столицей империи в 1911 году. У нас война окончилась со шведами спустя, по-моему, 9 лет только. То есть он за 9 лет до окончания войны на территории, которая относится к другому государству, прогласил столицу. Ну, это о чем-то говорит, наверное, про этого парня, да? То есть... Это не первый раз был в истории России. В истории России, но перенос столицы, я не помню, чтобы такого было. Пера был в Новгороде, потом в Киеве, потом в Владимире, потом в Москве. Нет, вы немножечко путаете мягко с твердым, потому что мы сейчас говорим же про государство российское, а когда был... Новгород, это была отдельная республика. Ну... Не совсем так. Хорошо, я понял. Я понял, что... У гидов есть такая the smart one, когда ты едешь в автобусе, везешь американских туристов, тебе обязательно там сзади вот так пальчиком тебе будут все время чесать с первого кресла и задавать всевозможные вопросы. Москва стала у нас парферародной вдовой. И вот в эту парферародную вдову Александр Данилович Менчишков, который там по одной из версий пирожками торговал в районе чистых прудов, и вот это уже понты в чистом виде. Он решил там построить церковь. Церковь примерно такую же, как в Петербурге. В Петербурге все хорошо заехало. Петропавловский собор, можно следующий слайд. Вот она, церковь Архангела, соответственно, да, нет, это, я там вагил четыре раза уже экскурсию. Сейчас вспомню. Ее в народе прозвали просто Менчишковской башней. Стоял вот такой вот шпиль. Но дело в том, что в тот момент он стоял рядом с чистыми прудами. В тот момент еще не было громотводов, громотводов, и поэтому это прекрасный, конечно, прекрасный мишень. То есть, как что? Ну, вы понимаете, что воткнуть вот такую историю в слободу мясников, которые тогда еще борды никакие не брили, и вообще весь этот Питер бока повытер воспринимали, это как заявиться на Спартаковскую трибуну и сказать «Зенит, чемпион». Вот это примерно тоже. Или сейчас приехать в стольный город Киев с флагом советским, со Сталином на груди и сказать «Ха-ха, бандеровцы!» Ну, в общем, понятно, чем это все окончится. Вот это примерно было так же на самом деле для того времени. То есть, он построил этот храм и вот тут эволюции он пострадал, естественно, во время одного из стихийных бедствий. Никто не побежал его спасать. Не от пожара, да, ну, то есть, да. А он на свои тоже? Он, ну, как сказать, на свои? Тут как говорил, как говорил Петр Первый, когда потерял Лефорта. Осталась у меня одна верная правая рука. Вороватая, но верная. Александр Данилович Мельщиков, так сказать, задал прекрасный тренд на все времена про то, как можно строить на свои, но при этом это будут не свои. Но казна не помогала. Казна очень помогала. Он не скупился, то есть, он не скупился брать денежки из казны. Более того, Петр Первый это знал. И дело в том, что Петр, он на самом деле, он вот был, ну, реально, в какой-то плане, ну, не то, что баскет, ну, вот ему вот это все не надо было. Он, во-первых, он не любил большие помещения. Он везде, где путешествовал, он приказывал за холстиной уменьшать, соответственно, потолки, стены и так далее. Он любил простую пищу. Он, ему там, это его и Катенька, это портомойка-то из Прибалтики современной, там носки штопала. То есть, он вот такой вот был. Это вот, на самом деле, кстати, Александр Третий очень был на него похож. Тоже в Гачино приедете, тоже такие, знаете, но в принципе, ну, ну, как бы современная, там, не знаю, планировка, то есть, небольшие такие комнаты, тоже любил простую еду, тоже ему там все штопали, вот, и так далее. Поэтому, ну, не совсем мы свои. Едем дальше. И в итоге, вот это изначальный, да, проект, в итоге, вот сейчас она выглядит вот таким вот образом. Сейчас в это вы заехали туда. Дальше, что сломил Петр Первый? Что было вообще немыслимо в Москве? Вот Суриковская, давайте, да, известная картина, Боярни Морозова. Ну, вот, например, один из образов, который он написал, Можно дальше. Это уже, по-моему, Маковский. То есть, обратите внимание, что, ну, красивая женщина, причем, все при ней, все хорошо, но, как бы, лицо и платье. Что стало при Петре Первом? Это его дочь, Елизавета Петровна. Мы тут сняли прекрасный ковер на песню «Зеленые рукава», и у меня там моя фокалистка, Нафиса, она спела ее вот в декольте. И там были некоторые комментарии, что какой позорный вид, вот тогда проституция недалеко. в общем, такие, знаете, очень, я всегда умиляюсь, конечно, с этих людей. Мне хочется им сразу, не знаю, какую-то помощь сексуального характера оказать там, не знаю, там, что-то, то есть, послать каких-то добрых фей, ну, то есть, чтобы, как-то у них все в жизни было бы хорошо. Потому что мне всегда хочется спросить, а вы, ну, я знаю, вы, например, акварельный портрет кисти Александра Валилова, жены Пушкина, вы вообще наблюдали, да, где вот так вот, вот, все, ну, мягко говоря, ну, вы же не станете ее проституткой называть, да. Вот это Елизавета Петровна, тут, конечно, вам не видно, но нет, тут портрет папочки. Вот это, во-первых, это мода того времени, да, во-вторых, сама идея, что женщина, ну, во-первых, женщина, она не человек, то есть, как бы, то есть, живет моя отрада в высоком тюрему, а в тюрем тот высокий, нет хода никому, это почему? Потому что во время дружественных визитов, всевозможных людей с востока и юго-востока, они, помимо грабежа и прочего, захватывали в первую очередь, конечно же, прекрасных дам, потому что это был очень ходовой товар на рынках рыбовладельческих, их скупали в лед, поэтому их старались прятать. Вот она и сидела в этом высоком тюреме, и в тюрем тот высокий, ни хода никому. Чтобы женщина, я уж молчу про девушку, незамужнюю, в 17 веке, сказала, батенька, пойду-ка я погуляю, зайду заодно, там, грибочков прикуплю, а потом подружкам зайду по трещим. В лес по ягодам. Да, в лес по ягодам. Да, не в жизнь. То есть, только на службу, только в сопровождении, кого бы то ни было. Петр Первый на самом деле раскрепостил, ну, пытался, сделал попытку раскрепостить женщину. И вот, вот это все, что я вам рассказываю, это все было в пику вот этой вот парферародной вдове. Вот, вот, чтобы вот только вот, вот чтобы не как поставлено, вот чтобы как не там, да. То есть, вот опять-таки, представляете, да, вот такая вот дамочка заявляется где-нибудь ко двору Ивана Грозного, да. Нет, ну, Ивану Грозному, может быть, и понравилось бы, на самом деле. Но, пацаны бы не поняли, мне кажется. Да. Ну, в храм я вообще молчу, да, то есть, как бы, нет, ну, надо сказать, что Елизавета Петровна, когда в храм заходила, я, конечно, надевала все, что надо на нее. То есть, вот, и все эти преобразования, они были сделаны для того, чтобы раскрепостить общество. И это было невозможно в Москве. Ну, никак. Для этого нужно было сделать себе новый плацдарм, новый парадис, Петербург, где вот там уже его ничто не ограничивало. Вот он их туда перевозит, стрижет бороды, выдает им катеры, заставляет на ассамблеях, значит, приводить жен и этих девок, как он писал, ну, дочерей, учит их там танцевать, вообще, как общаться и так далее. И, соответственно, потом была опасность, когда Петербург перенесли обратно после его смерти и после смерти Екатерины в Москву и вызвали некую Анну Иоанну, думали, что они под ее дудку будут плясать. А вот благодаря как раз Анне Иоанновне столицу перенесли обратно и она на самом деле ее там уже окончательно закрепила и даже распорядилась продолжать флот строить. Конечно, не в таких масштабах, как при Петре Первом, но тем не менее. То есть, вот было положено начало Петру, Петром Первым. Едем дальше. И следующее, следующее вот такое, ну, концептуальное противостояние, да, вы поймите, это все, конечно, немножко надуманное, да, я вам там говорю про эти вещи, но я выискиваю наиболее яркие эпизоды. Это было уже в эпоху Екатерины Второй. Значит, именно Екатерина Вторая распорядилась снести стену белого города, там была очень интересная ситуация, там этот белый город, да, и вы же понимаете, как дома строились. Дома строились, ну, к городу передом, а к стене задом. И когда эту стену снесли, там такие красивые виды оказались, да, естественно, на освободившихся территориях, ну, у нас же как 90-е, да, то есть самостройчик, там все, купцы подсуетились, быстренько там какие-то лавочки, то есть там потом второй снос, вот, потом снесли земляной город, и еще у нее был проект перестройки Кремля. Кремль, это на самом деле, ну, проект-то вообще-то итальянский, да, и если мы вот эти шатры уберем, вот даже не со времен, а вот эти вот, то мы получим чистой воды средневековую церковь итальянскую, потому что строили ее по проекту увы и ах итальянцев, хотя это сердце России и все такое прочее. Что планировал с помощью архитектора Баженова сделать Екатерина? Давайте. Вот это проект преобразования Кремля, его план сверху, а как бы это выглядело, если бы это реализовалось? Давайте дальше. Вот так. то есть сносится фактически вся стена, возникает вот такой вот комплекс, я бы его назвал мемориальный, да, и, конечно же, и эти работы начались, эти работы начались, но уперность, все, там есть еще у меня, по-моему, один слайд, да, вот если бы это все было реализовано, то Кремль выглядел бы вот так, современным. Ну, на самом деле, такой ампер-ампер, классицизм-классицизм, то есть отсылка к Крему, но вот были такие планы, реально. Ну, сейчас я боюсь, мы можем устроить ринг, как бы, да, и как лучше, как хуже. Понимаете, это все очень субъективно, как было бы лучше, как было бы хуже. Вообще, у нас очень интересно наблюдать, то есть, вот снесли хорошо, построили плохо, и наоборот, снесли плохо, построили хорошо, и вот там пойди разберись. Ну, тут вот есть один мужчина, который не даст соврать, да, то есть он непосредственно, да, к этому имеет отношение, то есть у нас иногда людям, что не сделай, вот никогда не знаешь, что лучше сделать, вот оставить или снести. Потому что, что бы ты ни сделал, все равно найдется вот некая полярность мнений. Понимаете, в чем дело? Если бы оно было бы построено и простояло много веков, то, наверное, вы бы сейчас ходили бы и говорили, да, это круто, ну, то есть это прекрасно, это замечательно, а вот этот Кремль какой-то был, ну, никакой. Вот. Но, поскольку это было не построено, сейчас мы смотрим и думаем, блин, Кремль-то и ничего, на самом деле, а это как-то, ну, через чок. Ну, проект такой был, он не осуществился вследствие чего? Вследствие, опять-таки, нехватки денег. Баженов, он был прекрасный архитектор, но он, как бы, вот не очень осмечивал свои, как бы, проекты. То есть, это, как бы, история ушла, хотя он был заложен, было написано Ода Державиным на закладку этого всего, то есть, едем дальше. Ну, и дальше мы уже перекидываемся в 19 век, тут я уже больше буду, на самом деле, вам рассказывать, чем показывать. Можно первый слайд показать. Значит, вы знаете про это условное противостояние славанофилы и западники, да? Оно очень условное. Дело в том, что один из главных западников жил в Москве, и один из главных славанофилов тоже жил в Москве. Грановский, например, и, скажем, не знаю, Аксаков, да, Константин Сергеевич. Но в Петербурге жили такие парни, как Белинский, Некрасов, дальше, ну, Тургенева нельзя, конечно, назвать сто процентов западником, да, и он жил тоже и в Москве, но в Петербурге он жевал, и где я тоже покажу. И, естественно, одна из самых главных проблем у славанофилов это был Петр I. Началось все не с этого. Вы знаете такую фразу «загнивающий запад»? Вот он все вот гниет, все как бы сгнить не может. Я все жду. Когда же он сгниет-то? А когда же наша Русь-то православная как бы на этих, на помойке-то потопчется? А вот там ВКонтакте я очень рекомендую найти группу, называется «загнивающий запад». Это прекрасная группа, там помещаются различные фотографии нашего бытия и подписываются. Так вот, на самом деле корни этого выражения они идут из середины 19 века. Вы живы, да, еще? Или можем перервемся там на 2 секунды, нет? Нормально? Значит, вот это был один из рупоров славанофильства, журнал «Москвитянин». И можно следующий слайд. Вот это Михаил Петрович Погодин. Это он уже в таком совсем возрасте. Ну, вы видите, да, такой умудренный опытом старичок-боровичок. То есть борода, обратите внимание на его одежду, это крайне важно. Михаил Петрович Погодин как раз и издавал вот этот журнал «Москвитянин». Название-то какое, да? «Москвитянин». Хотя изначально, например, господин Киреевский, или Киреевский его правильно называть, он начинал, он издавал сначала журнал «Европеец», но потом он эволюционировал, эволюционировал и вот выэволюционировал славянофилы. Едем дальше. А вот это Степан Петрович Шеверев. Степан Петрович Шеверев, который, соответственно, вот в том самом журнале «Москвитянин» в 1841 году напечатал одну статейку. Я, к сожалению, несмотря на то, что как бы вот тут уже почти час с вами, но я сейчас помучаю цитатками, потому что они того стоят. «В наших искренних, дружеских, тесных отношениях с Западом мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, начащим себе злой, заразительный недуг, окруженным атмосферой опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу, мысли, пьем нашу чашу чувства и не замечаем скрытого яда в бесконечном общении нашим, не чуем в потехе импира, будущего трупа, которым он уже пахнет». Я уже чувствую, как Ран-ТВ замироточил в этот момент просто. Вот уже просто полились, полились как бы прекрасные слезы. Значит, что, какие отличия находил Шеверев между, соответственно, нашим благодатной Руссию, которая вся прекрасная, вообще лучшая на Белом Свете и вот этим вот гниющим, гниющим поганым Западом. Было несколько причин. Значит, мы сохранили наше древнее чувство религиозное. То есть у нас истинное религиозное чувство, а там оно какое-то, ну, не очень. Второе. Второе чувство, которым крепкая Россия, обеспечено ее будущее благоденствие, это наше, вот у вас с вами благоденствие, чем оно обеспечено? Есть чувство ее государственного единства, вынесенное нами также всей нашей истории. То есть имеется в виду, что народ един с правительством и все это вместе еще едино с землей, на которой мы живем. Я очень утрирую, на самом деле, потому что, конечно, они все были последователями немецких философов, причем, что одни, что другие, в основном, Шеллинга и Гегеля. Но, чтобы, так сказать, немножечко снизить уровень пафоса, я своими словами выражаюсь. Третье коренное чувство наше есть сознание нашей народности, уверенность в том, что всякое образование может у нас тогда только пустить в прочный корень, когда освоится нашим народным чувствам и скажется народную мыслью и словом. В этом чувстве таится причина нашей нерешимости продолжать литературное развитие с изнемогающим западом. Муж царского совета, которому верены поколения образующиеся, давно же выразило глубокую мыслью и они положены в основу воспитания народа. Кто же этот муж царского совета? Это Сергей Семенович Уваров, который родил прекрасную триаду, которую вы все знаете. Православие, самодержавие, народность. Ну, первым, на самом деле, не он так выразился, но он как бы ее подхватил и возвеличил до уровня государственной идеологии. Это то, что сейчас нам пытаются благополучно вернуть. Православие, самодержавие и народность. Покажите следующий слайд. Вот это один, соответственно, из оппонентов западников. Причем, очень интересно, что отец Аксаковых, значит, звали его Сергей Тимофеевич Аксаков, он, будучи директором Межевого института и будучи, в принципе, протославянофилом, он устроил себе в институт вот этот человек это низкого Иссориона, Белинский. Да, это вот наше все в критике. Но потом Белинский переехал в Петербург и вот стал закоренелым западником и так далее. Значит, Белинский их очень троллил в ряде своих публикаций. Например, в одной из своих критических статей он писал, «Европе не в первый раз быть больной, она была больна во время крестовых походов и ждала тогда конца мира, она была больна перед реформацией во время реформации, а ведь не умерла к удовольствию господ души приказчиков ее». То есть, она была больна несколько раз, но не умерла. Идя, вот это прямо вот как про сегодняшний день, «Идя своей дорогой развития, мы, русские, имеем слабость все явления западной истории мерить на свой собственный аршин». Мы удвинули после этого, что Европа представляется нам то домом умалишенных, то безнадежно больной. Ведь постоянно, вот даже когда ты начинаешь рассказывать про какие-то исторические события, ты говоришь, а вот зато в Европе в то время там убили там, не знаю, больше или еще что-то там. Вот очень часто Варфоломеевскую ночь приводят, да, в свидетельство, когда разговор идет о Иване Грозном. Но мы об этом еще сейчас поговорим. «Мы предвидим наше великое будущее, но хотим непременно иметь его на счет смерти Европы. Какой поистине братский взгляд на вещи?» Вот, ну и так далее. Я все вам не буду цитировать. Ну и вот одна из последних фраз, это вообще рецензия на одно из произведений Адоевского. Астроумному и энергичному перу князю Адоевскому много дали бы материалов одни так называемые славяно-любы, он их так называет, славяно-любы. И квасные патриоты, которые во всякой живой современной человечной мысли видят в соржении Лукао гниющего запада. Вот оно, первое упоминание вот этого слова. То есть гниющий запад это троллинг Белинского славянофилов. Гниющий запад. И вот видите, сколько времени прошло, а запад все гниет. А запад все гниет. Вот. Хотя я на самом деле не хотел бы жить на этом гниющем западе, потому что когда ты привозишь своих экскурсантов в Париж, ну там такое ощущение, что реально что-то сгнило в метро. То есть и что у меня возникает ощущение. Но нельзя же это гипертрофировать, да? То есть говорить, что все, завтра она вот сдохнет. и вот еще, например, это уже рецензия на Тарантас значит, повесть. Из этого некоторые будут такое следствие, что у людей гниющих запада мышиные натуры, а у нас чисто медвежные. Ну и вот Тургенев, например, в произведении Дым, он пишет, я, знаете, я все-таки зачитаю это, потому что это наш русский классик, и вот опять-таки, ну вот как про современное просто время пишет он. Значит, вот знаете, анекдоты, там, русский, немец и француз в советское время, вот, ну или там русский, немец, ну не важно, или там американец, там, англичанин и русский. Вот это типичная такая начало анекдоты. И вот смотрите отрывок из Дыма Тургенева, смотрите. Десять французов сойдется, беседа неизбежно коснется клубнички. Ну, имеется в виду удобно. Эротик, да? Как они там не виляя, а сойдется а, нет, извините, мне отсюда начал. Сейчас, например, десять англичан сойдутся, они тотчас заговорят о подводном телеграфе, аналоге на бумагу, о способе выделывать как крыси шкуры. То есть о чем-то положительном, определенном сойдется десять немцев, но тут, разумеется, шлезвик Гальштина, единство Германии. Ну, я напомню, что в Германии тогда Германии не было вообще. Десять французов, да, про клубничку, как они там не виляя, а сойдется десять русских, мгновенно возникнет вопрос. Вы имели случай сегодня в том, убедиться? Вопрос о значении будущности России, да в таких общих чертах атеиц леды доказательно безысходно. Жуют-жуют они этот несчастный вопрос, словно дети кусок гумилопластика. То есть в то время дети жевали гумилопластик. Это мы выясняем из произведения Дым Ивана Сергеевич Тургенева. Экая притча, подумаешь, бьет от нас на всех пунктах этот запад огнил. Что-то у нас бьет огнил. И хоть бы мы действительно его презирали, а то ведь это фраза и ложь. Ругать-то мы его ругаем, а то к его мнению мы дорожим. Вот, ну и так далее. То есть вот, короче, вот возник этот троллинг, да, в то время. И давайте дальше. Да, ну это я просто подготовил вам, чтобы показать, где жил Белинский, где потом остался Тургенев. Вот это Петербург, ну это Ленинград на самом деле, да, в данном случае. Вот этот известный дом, его так называют литературным домом, это Аничков мост, вот здесь Фонтанка, вот здесь Аничков дворец, где, собственно, жил потом Александр Третий. Вот в этом доме жил Виссарион Белинский, как воспоминала Авдотья Панаева, окна его уходили на навозные кучи, то есть он жил на первом этаже, во дворе, но у него было не так много денег, он все время нуждался. Вот здесь, на этом берегу, была аптека, ему было удобно бегать туда, потому что он постоянно болел. Давайте дальше. Вот это блокадный снимок, вот этот дом, зияющий дырой, и вот типичная картина, да, просто абсолютно обыденность, везут труп замотанный. Почему замотан? Потому что, ну, какой там гроб, да, и так далее. Вот у нас Петербург примерно, вот верните, пожалуйста, вот примерно такой вид имел это зимой, то есть у нас снег не убирали вообще. Давай дальше. И вот во время войны этот дом попала бомба, видите, так зияющее окно. Обратите внимание, характерная деталь блокадного Ленинграда, окна все в бумажных полосках, это чтобы волной не взрывной не выбило. Давай дальше. И вот ремонтируют уже этот дом, то есть вот в этом доме они и жили дальше. Вот это, кстати, кто такой? Я скажу, честно, я бы тоже не ответил. Ну, то есть я не к тому, что типа, смотрите, какой я умный, у вас тут тролли. Нет, я тоже не знал и тоже бы не ответил. Я к тому, как вообще меняются люди. Давайте дальше. А вот это кто такой? Гоголь. Похож на Гоголя, да, но не Гоголь. Давайте дальше. Это вот кто такой. Это все был Тургенев. Представляете? Давай обратно. Вот, это Тургенев. Есть? А? Ну, я не думаю, что мы прям совсем плохо нарисовали, но если вы посмотрите на фотографии безбородых Ганделеева, Достоевского и так далее, вы очень удивитесь. Я вам клянусь. Вы, конечно, тоже скажете, что их плохо нарисовали, но боишься, там проблема в другом. Александр Второй разрешил, наконец, носить бороды и все как один сразу же отпустили. Вот все-таки вот мы мальчики, вот мы такие, знаете, вот нам сколько лет не будет, а вот нам все равно надо как-то вот даже не так это назвать. Давайте дальше. А это уже портрет Кистиге. Я не помню, как назвал это. Портрет Гуся, да, какой-то критик назвал его. Сергей Чутургеев. Давай дальше. Да, и, соответственно, вот этот Шеверев, который я изначально, значит, что-то случилось. Вот это Василий Алексеевич Бобринский. Это, в общем, потомок внебрачной связи Екатерины Второй и господина Орлова. Ну, он был декабрист, уезжал в края не столь далекий, потом вернулся и в 1857 году на заседании Совета Московского Художественного Общества. Между ними состоялся сначала диалог. То есть, Шеверев выступал там и Бобринский там выступал. Значит, вот как пишет Герцен, точнее, Тургенев, как пишет Герцену. А потом я еще вам расскажу, ну, то есть, там есть несколько свидетельств. Одной из свидетельств принадлежит Николаю Платоничу Барсукову. Барсуков пишет в книжке, кстати, про погодину, что они начали пикироваться, то есть, Бобринский начал, ну, вот это наша такая либеральная современная тенденция, что вот все, 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 все плохо, и вообще это Русь крепостническая. Шеверева это как-то задевало. Бобринский был его на самом деле больше в размерах. Он начал на него ступать, Шеверев стал от него пятиться, схватился за стул. В этот момент, соответственно, Бобринский решил, что Шеверев собирается на него напасть. И что пишет, соответственно, Тургенев Герцен. Бывший губернский предводитель Чертков отставленный за помещение в дружинные офицеры людей взятых в кабаках из-под Ныберской. Тоже прекрасная подробность, да? То есть он давал вечер членам общества любителей художеств. На этом вечере присутствовал, между прочим, вышеозначенный профессор и граф, ну, профессор, соответственно, Шеверев, граф Бобринский. Возникли споры, как это водится в Москве, о славынофильстве, о статье Аксакова и так далее. Наконец, речи Роберта Пиле, ну, в общем, короче, это Роберт Пиле был в английской, такой английский политик, который выступил с очень язвительной и анти-российской речью. Но его поставил на место там, человек по фамилии Черлистон, за который упомянутый графс думал вступаться. После этого вы не патриот, заметил профессор. На эти слова графсу заметил находчивостью и совершенно апропо возразил. А ты, сукин сын, женат на выблетке. Вот опять-таки, о чем люди, о чем они там думали, да? То есть, вот Бобринский кидает шуверев, что ты женат на выблетке. То есть, шуверев действительно был женат на воспитанницы князя Голицына, да? Но какая разница, да? С их точки зрения мы тут, пройдем, все женаты не на принцессах. А ты сам происходишь от выблетка, в свою очередь, заметил профессор и бас графа в рожу. Тут уже граф не вытерпел, сшиб профессора с ног, начал отоптать и бить стулом. Гости, увидав такое зрелище и сообразив, что граф человек большого роста и сильный, непременно убьет старого и слабого профессора. Тотчас все прыснули вон. Хорошая реакция, да? То есть, как бы, граф бьет профессора стулом, да? А все, соответственно, разбежались. Закревский, значит, ну, в общем, один хозяин не потерял присутствие духа и тут же убежал, но прямо к Закревскому. Закревский был генерал-губернатором Москвы в тот момент. Закревский, как известно, делец, административная голова, точно нашелся. Он дал, знаешь, в Петербург, ну, в общем, понятно, да? В Петербург по телеграфу, что дерутся, делать? Генерал-губернатор, да? Да, ну, то есть, представляете, да, сейчас там какой-нибудь зам Шевырева там с кем-нибудь там вот с прекрасным Креведом вдруг подрались бы и Шевыреву говорят, тут у тебя дерутся, и он звонит в Москву, что мне делать? У меня мой зам с Креведом дерутся. Меж тем, Бобринский продолжал бить Пшевырева. И, вероятно, убил бы его окончательно, если бы госпожа Черткова, оставшаяся одна на театре побоище, отчасти усилиями своих слабых рук, отчасти увещеваниями слезами, не успела остановиться раздраженного графа, так что он сломил Шевырева только одно ребро. Шевырева отнесли замертво, и он до сих пор лежит в постели. Дело на этом не остановилось, и дальнейших пока последствий нет. Ну, вот это уже настоящее противостояние, как бы, да, то есть Шевырев типичный москвич, Бобрицкий, он, конечно, приехал из ссылки, но он типичный петербуржец. То есть страсти кипели не на шутку, да, я хочу подчеркнуть то, из-за чего сначала понятно, из-за чего сыр-бор, а какими аргументами они потом стали выдвигать, да, вот это вот дворянская вот эта спесь, да, нежитая, вот, понимаете, ты женат на выблитке, а ты сам от выблитка и так далее, то есть они вот эту всю генеалогию прослеживали, это вот мы сейчас соберемся, я спрашиваю, а вы молодой человек, знаете, у вас дедушка, кто был, вот, хотелось бы узнать, то есть, может, вы просто слишком близко сидите, может, вам отсесть там подальше, ну, а то, как-то, знаете, ну, нехорошо, тут благородные люди в первых рядах, а вы тут со своим, значит, сильным рылом, да, вдруг присели. то есть, понимаете, для нас это детский сад, а тогда это имело вот такое, можете себе представить, ключевое значение, вот, что у людей было в головах, я не хочу сказать, что что у нас в головах, там, может, еще и хуже, иногда, я никаким образом не, не оправдываю наше, там, поколение, я, в данном случае, да, потому что здесь у нас разные поколения сидят, можно следующий слайд, вот это, это следующий версус, это следующее типичное противостояние Петербург-Москвы, то есть, это уже не надуманное, а конкретный случай, значит, в 1860 году в Москве состоялся, ну, исторический батл, как бы мы сейчас назвали, да, значит, это у нас, соответственно, Погодин, но еще без бороды, Михаил Петрович Погодин, а это у нас, соответственно, господин Костомаров, с бородой, ну, он потом, это он отпустил бороду, это тоже тогда был еще, точнее, он тогда был с бородой уже, да, у Костомарова буквально пару слов, тоже, биография совершенно потрясающая, у него было, ну, такое непростое детство, у него папа умер, его убил кучер, кучер потом говорил, а у него папа был бультарьянец, ну, а он сам виновал, хозяин говорил нам, что, бога нет, бога нет, мы там, собственно, ну, я что, и как бы, это, да, да, ну, они у себя сограбили, на самом деле, вот, и, да, и, в общем, Костомаров учился в университете в Киевском, и он написал диссертацию значение унии в Западной России. Эту диссертацию распорядились сжечь, то есть там нашли какую-то крамолу, в Николаевской времена, можете себе представить, да, Достоевского за недонесение чтения письма винистского гуголью к расстрелу приговаривают эту диссертацию сжечь, но церковь все-таки заступила, сказала, что, ну, в принципе, исследователь нормальный, вторую диссертацию защитил. Дальше, соответственно, он образовал Кирилл Мефодиевского общества, там некий такой персонаж, мой однофамилец, но у меня Петров изначально фамилия настучал, что они там что-то замышляют, и его отправлено за месяц до свадьбы его отправляет он оттуда возвращается в ссылку в Саратовскую, в общем, короче, в итоге в 59-м году его пригласили на пост профессора Санкт-Петербургского университета, и для студентов он, конечно, был, ну, такой отсидевший, то есть, понятно, да? И вот он читал свои лекции, которые пользовались колоссальнейшим успехом, потому что Костомаров он начал применять метод, который я называю метод малой истории, то есть вот не про то, как там Наполеон сражался, значит, с Александром Первым, а там, что Наполеон еще помимо этого на завтрак съел, а что, соответственно, Александр Первый носил в этот момент, Ну, то есть какие-то детали, которые людям всегда интересны, вот, и он пользовался колоссальным популярностью, и в 60-м году состоялся версус, значит, Погодин приехал из Москвы в Петербург, в чем там был замес? Дело в том, что Погодин был норманистом, он доказывал, что мы, ну, вот это, нормандская теория, а у Костомарова была собственная теория, что мы не от норманов, мы там, значит, чуть ли не из литовского княжества, я сейчас не буду подробно останавливаться, мы сейчас никуда не сдвинемся, и они, кажется, это был первый вообще публичный диспут, во многих источниках указано, что он происходил на университете, на самом деле нет, он происходил, я сейчас покажу где, можно слайд? Это Петербургский пассаж на Невском проспекте, это первый пассаж вообще в России, то есть крытое помещение, дальше, вот это панорама Невского проспекта, вот он, этот пассаж, вот этот гостиный двор, напротив, давайте дальше, вот это современное, соответственно, его вид, вот здесь был этот батл, вход был за деньги, страсти были нешуточные, причем на самом деле симпатии сначала были больше на стороне Погодина, потому что, ну, как-то вот эта теория Костомаровская, она никому не пришлась ко двору, но потом в ходе, соответственно, на вот этого Версуса, симпатии разделились, и в итоге все закончилось, ну, как бы сказать, победной ничьей, но то, что это был первый прецедент, когда люди выражали свое мнение свободно, то, что они как-то более-менее относились уважительно к своему мнению, это было, ну, фактически первый первый эпизод того времени, да, и вот это уже было самое настоящее, Погодин ехал, будучи уверен, что он их победит, Костомарова, но он его не победил, он уезжал несколько расстроенный в Москву, то есть вот Москва приехала, значит, в Петербург победить эту всю историю, но не победила, значит, это был вот следующий случай, едем дальше, ну, это хомяков, это вот он без бороды, едем дальше, а это он с бородой, значит, тут, ну, опять-таки, детский сад, ведь Петр I, как вы помните, запретил бороду носить дворянам, но московские слонафилы, Киреевский, хомяков, они бороды отпускали, отпускали они их специально, и более того, они стали одеваться определенным образом, вот, например, воспоминания Анны Федоровны Тютчевой, которая, кстати, была замужем за Иваном Сергеевичем Оксаковым, одним из слонафилов, у Тютчевой потрясающая женщина, она родилась от нашего знаменитого будущего поэта, а тогда он был в Германии, то есть в семье дипломатов, и, казалось бы, она должна приехать вот с этими там установками, что Запад на самом деле не гниет, а Россия гниет, но она приехала и стала самой заедлой слонафилкой, и она писала, так, извините, один момент, в бумажках запутался, вот, кстати, стихотворение Мандельштама, «Дайте Тютчеву стрекозу, догадайтесь, почему Веневитинову розу, ну, а перстень никому». Дмитрий Веневитинов, это был такой поэт, умер, когда ему не было еще 22 года, в Петербурге, он был москвич, приехал в Петербург, перебегал из дома в дом, тоже вот, понты, да, не оделся, и простудился, и умер. И ему, значит, подарили перстень Зинаида Волконская из Геркуналума, то есть, с раскопок вот этих вот, после, все, закончили слова, да, и этот перстень ему в гроб положили. Боротынского подошва раздражает прах веков, у него без всякой прошлой наволочки облаков, а еще над нами волен Лермонтов, мучитель наш, и всегда дышкой болен фето-жирный карандаш, а еще богохранимо на гвоздях торчит всегда у ворот Иерусалима Хомякова Борода. Вот эта Хомякова Борода, она стала притчевоязыцев. Значит, ну вот, представьте себе ситуацию, вот человек отрастил бороду, и к нему реально генерал-губернатор присылает этого человека с просьбой ее сбрить. Ну, то есть, как бы, опять-таки, зацените контекст. вот пишет как раз Кошелев, это тоже один из словнофилов, бороды и зипуны, которые носили Хомяков и Константин Аксаков, возбуждали крайнее негодование у Закревского. Он вздумал обязать их подписку не показываться в публике, в этом костюме не носить бороды. Хомяков и Аксаков, озадаченные таким требованием, к сожалению, дали требуемую подписку. И он даже написал в Закревске, что «Ежели это невозможно, то придется взять меня силой и обрить меня в цирюльне», говорил, соответственно, Аксаков. То есть, ну вот, контекст времени, понимаете, генералу-губернатору нечем больше заняться, как приказывать одному из своих подопечных сбрить бороду. А этому подопечному нечем больше заняться, как бы специально раздражать генерал-губернатора. Мало того, что он носил бороду, вот Тютча вспоминает как раз Хомяков, он очень шокирует хорошее общество тем, что носит бороду и одевается по-мужицки и дальше добавляет «А костюм а-ля нужики?» Лица, участвующие в правительстве, называют его красным революционером и считают с его стороны большой смелостью иметь больше ума и национального чувства, чем они. Или вот Петр Иванович Бартенев из воспоминаний, значит, «Возвратимся в Москву к Хомякову», значит, пишет он тут про Гугли и прочее. Так, извините, это я что-то уже поплыл. Да мне-то чего? Вы бы, главное, отдохнули-то, а? Вот, мне очень нравится. Вот. Значит, приезжает к Хомякову с бумагой, в которой ему приказывают обрить бороду. Потом Хомяков был вызван к Закресскому, который сообщил ему высочайшее повеление. Царь приказал, уже до царя дошло. Уже царь приказывает из Петербурга Хомякову бороду сбрить. Высочайшее повеление не только не печатает стихов своих, но даже не читать их никому. Ну, а матушке можно? Спросил Хомяков. Можно только с осторожностью улыбаясь, сказал Закресский. Взрослые люди, понимаете? Важный момент был, спасибо. Это не просто важный момент, но, понимаете, как бы все ходят одеты, а вот тут, я не знаю, ходите с голой попой, ну, условно говоря. Ну, вот они вот так вот это воспринимали, да? Да. А почему если ношение бороды это нарушение корпоративной этики? Да. Вот, и как бы, да, до расхода и всего прочего. То, почему у вас работа не уволит? Ну, нормальный повод. Я вам, значит, смотрите, нет, ну, вопрос имеет право на существование. Во-первых, ношение бороды было запрещено так, что говорят, я на всякий случай уточню, то есть купцам и мужикам, окей. Во-вторых, штучно работаю. Вот вы, как бы, как вы с собой, встает такой, в 10 часов пошел в офис, да, то есть там, включил почту, проверил, там, посмотрел пару сайтов, у них не было работы, как таковой. Работа была у тех, кто, это называлось, ходить в присутствии. То есть они могли служить по, там, вот, например, вот этот самый, Веневитинов и прочее, они служили, у них был такой кружок любомудров, где, кстати, состоял будущий славнафил Киреевский, тот же самый, Шеверев там был, они служили при департаменте, при мистерстве иностранных дел в архиве, их так называли архивные юноши. Архивные юноши толпою на Таню Чопорна глядят и про нее между собой неблагословно говорят. Евгений Онегин, вот это те самые архивные юноши. У них, да, была работа, хотя, опять-таки, ну, такая работа, знаете, то есть никто там их не сек, то есть, во сколько ты пришел, во сколько ушел. У этого работы не было как таковой, они были, ну, помещики. Какая работа? Алло. Ну, вы что, вы своих крепостных, вы своих крепостных, чего, не это, не распустили, что ли уже? Вы что, хотите сказать, что вы сами сапоги себе надеваете? Уже три года, как, а до этого просто и чайный в река сами надеваете себе? Нет? Ну, согласитесь, что чай, ну, согласись, что чай самому наливать, но это уже зашквар. Не, ну, может быть, для тех, кто сидит в последнем ряду и кто, как бы, произошел не от Рюриковича, тем, конечно, может позволить, но нам-то с вами, ну, согласитесь, да, то есть, мы же не можем так, да? Что ты делал хомек, ты ничем не отвечаешь от мужика, от удоверенин. Не было понятия работы в нашем понимании, я имею для этих, для этого среза общества, то есть, им не надо было работать. Можно было так сделать, чтобы его не принимали в общество? Так вот, о том и речь, что он шокировал общество, он приходил в общество, но это была Москва, это была Москва, в Москве еще мой, если он в Петербурге так заявился, я боюсь, там, конечно, была бы история. Есть, ну, извините, вы живы, да, еще? Да, они служили, они не работали, они служили, кто как мог, да, но при этом не ходя на службу. То есть, ну, вот очень часто, вы читаете, он вышел в отставку и уехал к себе в имение. Что? Вот он уехал в себе в имение, он уехал куда? на работу? Нет, ну, сделать его не рукопожатым, современный. Да, да, об этом и речь, об этом и речь, да, пытались сделать его не рукопожатым, не получалось, на самом деле, потому что это Москва, а в Москве были другие нравы. В Петербурге был такой Соболевский, приятель Пушкина, который от многих дуэлей его спас. Он в какой-то момент отрастил Бороденку, в Петербурге было сложнее, потому что Николай Павлович, он любил вообще единолично по городу проезжать, и был случай, реально, когда Соболевский шел по Невскому, ехал мимо императора, и Соболевский нырнул просто в подворотню, чтобы император его не заметил. Причем, у него была такая, бородка очень смешная, он такая ржеватая, небольшая, и тем не менее, понимаете, ну, это вот 5-й Б-класс, ну, вот, ей-богу, то есть, как бы, ну, а вот, когда я, а я, а я, а я вот, да, можно. Ну, в общем, короче, вот, понимаете, страсти по бороде, да, Хомякова, и давайте следующий слайд, иначе мы не изменимся, вот, это один из ключевых моментов наших сегодняшних историй, сколько у нас там времени, ого-го, 15-26, живы еще? Точно, да? Это Константин Сергеевич Аксаков, значит, старший, сын Сергея Тимофеевича Аксакова, я буквально вам несколько хочу зачитать, вот, была такая байка про него, что она вам рассказывала, что он, он тоже одевался по-русски, по-русски, он одевался по-русски так, что мужики на базаре принимали его за персиянина, ну, то есть, за татарина, грубо говоря, то есть, он такой яркий рубах, у него какая-то там, не знаю, ермолка была на голове, такой, а-ля мужик, да, то есть, вот, то есть, как бы, вот, понимаете, тоже, при этом, я, ну, понимаете, вы поймите, я, я, конечно, так троллю, но люди были образованнейшие, умнейшие, и на самом деле, они же искренне все-таки болели за отечество, то есть, просто каждому по-своему, нельзя воспринимать славянофилов и западников, во-первых, славянофилы, это тоже название такое, очень странное, это не потому, что они славян любили, да, то есть, как бы, это их под... вот, вы заметили, да, что бенецких назвал славяно-любы, да, а просто вот возникло такое название, они, они и те, и другие были патриоты, западники, не значит, что они только запад принимали, а все российское отвергали, это будет привлечение, славянофилы не значит, что они все западное отвергали, а все российское принимали, это тоже привлечение, но у них были определенные расхождения идеологические, и вот одно из самых ярких я вам сейчас представлю, Константин Сергеевич Аксаков, история русского народа есть единственная во всем мире история народа христианского, и не только по исповеданию, но и по жизни своей, по крайней мере, по стремлению своей жизни, то есть, только наша история христианская, тут я уже чувствую, не только РНТВ замироточил, но и Киселев, уже включился и пустил слезу, умиление просто, страшные преступления Запада, его превосходящие всякую меру зверства, предательства, всевозможные гнусности, составляют едва ли не противоположность к темной стороне истории русской. В русской истории встречаются преступления, но они лишены этого страшного нечеловеческого характера, по которому человек становится в разряд животных. В русской истории, как я сказал, преступления не носят в себе признаков утонченного зверства, и они нечастые, а если случается, то приводит в ужас всю землю русскую. Есть падения пороки, но они не лишены человеческого характера, и если встречаются злодействуют, впечатления производимые показывают, как живо в русской земле человеческое чувство. Основное, что лежит в душе русской земли, что хранит ее, что высказывается в ней как главное, что движет ее, это чувство веры. То есть, я вот умный человек пишу, да? Ну, вот это как бы что такое? Вот объясните, да. Павел, а можно в такой момент? У нас же в тот момент общество, несмотря на то, что все-таки 19 век, но это же феодальное общество по сути своей. Ну, отчасти да. До отмены крепостного права такое постфеодальное общество, да. А запад это же во всю капитализму же. Запад во всю капитализму проклятый, да. Нет, я... Ну, да. Ну, то есть... Я даже не знаю, как комментировать. Разница, они же не особо видели из своего... Из своей точки. Так нет. Вопрос не в том, что между нами была разница. Между нами сейчас разница. Но вы же не будете говорить... Не, ну, хотя некоторые говорят, что вот, проклятые пиндосы завтра сдохнут, потому что там гей на гей, трансвестит на трансвестите, а у нас, ну, даже если у нас случаются какие-то зверства, но они человечные, они не такие ужасные, как те, что творят поганые пиндосы. Наши зверства, они с чувством веры. То есть это так, как это в президентах, скажешь, там, что... То есть, как бы... Ну, то есть это... Ну, то есть это как? Ну, вот объясните. Ну, смотрите, мы здесь все сами трезвые люди. Это человек пишет на голубом глазу. Вы должен наш президент недавно. Вы тоже не глупый человек, что они сдохнут, а мы брать спадем. Ну, вы там вот там. Конечно, пропагандистка, пропаганда, естественно. Так это то же самое явление того же порядка. Ну, так я вам к чему говорю, что это явление, оно не вчера родилось. И вот меняется, заметьте, меняется строй. Да, то есть у нас демократия, а-ля, но все-таки я считаю, что... Нет, я считаю, что у нас демократия, на самом деле, хоть меня сейчас либерал закидают. До этого был Советский Союз, да, это была Российская империя, а вот как пусть все-таки какие-то там зверства, и прочее, а у нас вот, у нас вот хорошо. А у нас духовность. А у нас духовность. У нас духовность, либо духовность, либо вот вера в коммунизм. То есть, если я, как бы, мужика своего выпарю, я попарю и страдаю. Обычное дело в пароле. Ну вот, ну наконец-то нормальный разговор пошел. Чего с ним днем-то? Правильно, правильно. Чай холодный налил, что с ним делать? Со сволочугой такой. Господин Шарипов, вы возьмите на вооружение, меры это, да? То есть, вот, в принципе, порки какие-то публичные, пара устраивать. А если углю, я покаюсь. Да, да. А они не каются. Они не каются, да. Только с чувством веры, пожалуйста. Я вас умоляю, вот чтобы, чтобы не как-то на этом поганом западе, а с чувством веры, чтобы это все было. Пороть крест-напрест. Да, крест. Ну и в общем, короче, все, все, вот в таком, все, в таком духе. И они, вот они зажигали, например, да? Давайте крест-напрестом. Знаете, что такое? Крест-напрестом? Крест-напрестом? Нет. Попной медсестры. Совсем. Давайте как-то все-таки вернемся, да, все-таки на... Я, конечно, не академический лектор, но давайте как-то соблюдать определенные рамки. Значит, вот Константин Сергеевич Аксаков, например, еще писал письмо. Тут еще в чем была проблема-то? Ну, я так немножко скачу, конечно, вот он гниет, этот запад, вот он гниет, гниет, а потом бац, крымская война. И как-то вот вдруг так случилось, что этот поганый, загнивающий запад, нашу вот с чувством веры Россию, почему-то, да, ну, там как бы по потерям военным там нельзя сказать, что они выиграли, да, но унижение с точки зрения имиджа было колоссальное. то есть мы потерпели колоссальнейшее поражение в этой войне в имиджевом плане. Нам запретили иметь Черноморский флот. И вот как бы, и вот, представляете, да, вот после вот этого всего, вот такое, да, то есть в каком кризисе опять-таки оказались славнофилы, вообще на самом деле они потом, поздних хомяков, это, конечно, вообще ужасно. Это вот там уже антисемитизм пошел, и то есть там, ой, то есть там, да, я даже не хочу этого касаться, но, но там кто-то из них одумался, огляделся, а кто-то кого-то занесло вообще в такую степь, край и так далее. Значит, Кириевский написал письмо Николаю, господи, Николаю, Александру Второму с некими тезисами, пожеланиями о том, что, вот опять-таки, пагубное влияние Запада, значит, какие он выводы делал? Необходима замена западной одежды и одежда русской. Нормальная история всегда, да? Значит, вмиг это тревожное внимание нашего общества, направленное к Западу, исчезло бы, писал он, и желательно вытеснение модного среди дворян французского языка русского. Тут я ничего не имею против, да? То есть, он до сих пор, представляете, у нас уже была война с Наполеоном, у нас уже была Крымская война, а они все по-французски шпарят. Когда случилось, значит, покушение на Александра II, это 1881 год, я не помню, кто, но Ларис Миликову, значит, какой-то высокопоставленный вельмож сказал, «la tonta possible», возможно, это покушение, сказал он по-французски, в 81 году. Ну, они как нормальные а-ля музыки, они общаются, да, на своем природном русском языке. Ну, и, соответственно, в общем, давайте, ладно, я эту тему завершу, потому что, мне кажется, этого достаточно, да, вот этого отрывка для вот этого понятия. То есть, это было вот середина 19 века, да, и самое главное, конечно, славянофилы не принимали всего того, что сделал Петр. То есть, они Петра считали, вот ищадим там всего, потому что они на самом деле отчасти были правы, потому что Петр I действительно копировал иногда, ну, слепо все западное. До Петра ведь какая была история? Вот есть царь, есть паярин, есть купец, есть мужик. Да, они одеты по-разному, но бороды у всех висят, волосы у всех, как бы это. А после Петра I осталось вот мужик, вот купец, а вот дворянин. И это два совершенно разных вообще человека. Абсолютно. То есть, он, вот, это была одна из главных претензий, то, что отделил, да, знать от его почвы. Отсюда все вот эти потом хождения в народ, чувство долга, вернуть, вот мы все это поимели за счет народа, надо пойти, отдать, бла-бла-бла. У меня там куча выпусков в интернете на эту тему вы можете посмотреть. Ну и, соответственно, что у нас там дальше, покажите. Да, последняя наша, буквально я, чтобы, тема, вот у меня была предыдущая лекция про реконструкцию сталинской Москвы, сталинскую реконструкцию Москвы, извините. И я там сказал, что Сталин не любил Ленинград. мне задали вопрос, почему, я там в общих чертах ответил, но я вам сегодня расскажу про самую главную причину этой нелюбви. У этой причины было имя. Сначала я хочу вам задать вопрос. Вот, если я вам сейчас спрошу, назовите мне, пожалуйста, второго человека после Ленина в партии. Ну, кто вам приходит в голове? Троцкий, да, в принципе, да, Бухарин можно. Ну, Сталин, да, как-то возникает. То есть, мы понимаем, все-таки, теперь уже по прошествии того, много чего мы узнали, что на тот момент он не то, что вторым, он даже третьим не был, но в силу, опять-таки, определенных стереотипов, которые у нас есть в голове, мы автоматически представляем, что Ленин, Сталин, как бы. Но, заметьте, что никто из вас, никто не назвал кого? Зиновьева. Никто из вас не назвал Григорий хорошо. Все-таки в последних рядах, несмотря на ваше не очень благородное происхождение, не потерянные для родины люди. Действительно, Григорий Исеевич Зиновьев, можно следующий слайд. Это 908 год, это он еще во время первого своего ареста. Тут написано внизу его настоящая фамилия Родомысльский. Значится, Ленин был в разливе. Спасался там от приказа временного правительства. И мне в школе всегда говорили, что он там был один. И когда я ездил в школе на экскурсию туда, в разлив, мне говорили, что вот на этом пеньке Владимир Ильич Ленин, в шалашик. Ну, мало того, что Ленин туда в шалашик, это уже я потом выяснил, я сейчас живу там рядом в Сестрорецке. Вот у меня был выпуск, я делал интервью с директором музея шалаш Ленина. То есть она мне там массу интересного рассказала, что Ленин на самом деле жил в доме, в таком, ну, это был сарай, но он такой достаточно благоустроенный. А в шалаш он уходил тогда, когда его предупреждали, что надо бы отсюда свалить. И жил он там не один, а жил он там как раз с вот этим человеком, Зиновьевом. Зиновьев был человеком номер два. Они очень сблизились на самом деле в Европе, вернулись вместе потом в этом самом паломбированном вагоне. И когда Ленина на лондонском в тысячестопятом году там проходили выборы, Зиновьев был вторым в списках после Ленина. И когда он вернулся, можно следующую фотографию? Вот здесь на самом деле, конечно, я не знаю, будет плохо видно, тут эта фотография просто огонь. Ну вот Ленин, вот это Зиновьев, да. Вот это у нас Горький, да, вот это у нас по-моему Карл Радек. Вот этот человек, я забыл его фамилию, по-моему Зотов, он был на самом деле председателем ГУП из полкома Ивана-Вознесенского комитета после 1923 года, забыл его фамилию, извините, вот, Карахан, ну тут еще кто-то наверняка есть, не всех просто узнаю, ну, надо ли мне говорить, как закончил там Радек, вот этот тот человек, ну, Зиновьев, да, то есть, понятно. вот он, обратите меня, где он стоит, да, господин Зиновьев, это второй съезд Коминтерна, Зиновьев был председателем Коминтерна, то есть, он фактически, ну, как бы сейчас сказать, возглавлял вот движение всея планеты, да, по этой части, давайте следующий кадр, вот это он, пожалуйста, это, по-моему, это Рыков, если я не ошибаюсь, Абухарин, извините, Бухарин, да, Рыков с бородой, Абухарин, а верните-ка, верните-ка, обратно, вот Бухарин, вот, вот Бухарин, вот Бухарин тогда, значит, два момента, накануне восстания, вот я там водил экскурсию, у нас в конце Карповки, есть прекрасный дом, там происходило заседание, куда пришли все, пришел Дзержинский, Сталин и так далее, и они там решали, устраивать вооруженное восстание или нет, Ленин пришел, ведь Ленин тогда же он был обритый, да, он пришел в парике, в кепке, без бороды, и Зиновьев и Каменев были против этого вооруженного восстания, категорически против, Ленин, когда уходил, он был такой злой, что там, по воспоминаниям современников, он выходил и просто он кинул эту, значит, кепку в лужу вместе с париком, ругал их, потом так же надел, там вода стекала с него, в общем, он был вне себя от ярости, что они сделали потом, они, а? Да, они сначала обратились в редакцию газеты «Правда», но их оттуда отбрели, и потом они обратились, вот я сейчас делаю противодействие с авторским по Невскому проспекту, там была редакция газеты «Новая жизнь», главного меньшевистского органа. Они отнесли туда статью, где рассказывали про планы большевиков у левых эсеров о том, чтобы устроить восстание. То есть, они, ну, не до... Вам сказать это слово, да, этот глагол, как это называется в приличном обществе? Естественно, это вызвало, ну, просто шок. Ленин назвал их там предателями, ну, и, в общем, то есть, по идее, их карьера могла бы после этого быть закончена, но она не закончилась. Она не закончилась, и после вооруженного, соответственно, ну, захвата в 17-м году, в октябре, там буквально в скором времени те же самые меньшевики, вместе еще с одними добрыми ребятами, они... Была такая организация, называлась «Викжель». Это Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников. То есть, это фактически организация, которая контролирует все железные дороги. А это нерв всегда, всего, да? И вот, представляете, вот этот «Викжель» говорит, «Сейчас мы объявим забастовку, если вы не организуете коалиционное правительство, куда должны войти, ну, отгадайте, кто?» Да? То есть, и оставшиеся эсеры, и, конечно, меньшевики. Но! Еще самое главное условие. И при этом, уберите, пожалуйста, из правительства двух людей. Троцкого и Ленина. Они выступили с такими... И Зиновьев с Каменевым, еще с рядом прекрасных товарищей, они выступили в поддержку этого «Викжеля». А в тот момент наступал Краснов с Керенским на Петроград. Ситуация была критическая. И они выступили за поддержку, чтобы консолидировать все революционные силы для отпора, соответственно, вот этого наступления. Но наступление это захлебнулось. И в итоге поддержку не оказали, и Зиновьев с Каменем заявили о выходе из ЦК. И это был второй такой, где марш. Вот тогда Ленин их просто открыто назвал дезертирами. Но Зиновьев, он сел в Ленинграде. Он сел в Ленинграде, он был фактически главой города. Можно следующий кадр. Вот идут, соответственно, у него была такая шапка, вот он на всех фотографиях. Они кстати потом в силу борьбы с Троцким объединили со Сталином. Именно они выдвинули Сталина, ведь под Сталина был создан этот пост генеральный секретарь ЦК. Вот они идут дальше. Вот это Мариинский дворец, это Исаакиевская площадь, построенная для старшей дочери Николая Первого Марии Александровны Николаевны. У нас сейчас парламент городской заседает. Вот здесь соответственно было рабочее место господина Зиновьева. А жил он буквально вот если перейти Исаакиевскую площадь, можно следующий кадр, жил он здесь. Это Астурия гостиницы. То есть он вставал и шел через площадь себе на работу, а потом обратно. Очень удобно. Можно следующий кадр. Ну вот он, понимаете, хозяин Ленинграда. Вот эта вот его шапка знаменитая здесь подмышкой. Во время обрез литовского мира Зиновьев высказался за него и вместе с Каменевым. И они как-то помирились обратно с Лениным. И в общем у Зиновьева началась карьера в Ленинграде, откуда он начал свои козни строить. Сначала вместе со Сталиным против Троцкого. Когда соответственно Троцкого убрали и Сталин начал взрушаться, они объединились обратно с Троцким против Сталина. И вот эта вот ленинградская позиция так называемая она была главным противодействием Сталина. Зиновьев был настолько хозяином города, что вообще надо справедливости ранее сказать, что он был прекрасным оратором. У него был такой высокий голос, все говорили. Но когда он начинал говорить, он просто покорял аудиторию моментально. Я все время поражаюсь, как они представляете вот эти все многотысячные толпы, они без микрофонов, во-первых надо иметь было глотку, во-вторых какую надо было иметь харизму, а во-вторых какую нужно было иметь внутреннюю энергию, чтобы вот эту толпу все держать, не просто держать, а заряжать ее на определенные вещи. Он сначала, когда убили Володарского иурисского, он был против красного террора, но потом, потом он разворова таким образом, что его стали называть Гришкой третьим, после Гришки Атрепьева лучшим образом в историю Ленинграда, он был хозяин, и ведь была идея, когда перенес и перенесли в итоге столицу обратно Москву, он очень сопротивлялся, а потом он очень настаивал, чтобы, я не помню, как он, 13-й съезд или 14-й, чтобы провели не в Москве, а в Ленинграде, и это был бы его триумф. Ну и в общем, когда Сталин начал набирать обороты, особенно когда они были объединить с Троцким, это шла фактически война, между двумя городами, между Москвой и, извините, Петроградом, а потом Ленинградом, да, и в итоге Сталин была назначена комиссия, которая приехала, вычистила все райкомы партии, Зиновьева сняли вот под эту, значит, историю с Троцкой оппозиции, отправили в, ну у него было несколько мест, его сначала отправили в Казань, там преподавать, потом его вернули, потом его отправили в ссылку, в ссылке он, кстати, переводил Майн кампф Гитлера, да, на досуге, была еще такая потрясающая история с фальшивкой Зиновьева в Англии, из-за которой там полетело правительство лейбаристов, то есть там было некое письмо за подписью председателя Коминтерна, что там сейчас в Англии начнутся какие-то беспорядки и прочее, но это отдельная история, сейчас не буду ее касаться, ну и в итоге, собственно, конец Зиновьева был весьма предсказуем и печален, его арестовали, расстреляли вместе с Каменевым по свидетельству одного из людей, кто перед ним присутствовал, Зиновьев, не верил до конца, что он будет расстреливать, умолял, там чуть не славал ноги, ему Каменев сказал, но у Григория, давайте умрем достойно, вот его расстреляли, и вот это была главная причина нелюбви, вот она перед вами, Сталина к Ленинграду, можно следующий слайд, ну вот, собственно, финал Григория Исича Зиновьева, не самой, наверное, симпатичной личности, его все характеризовали, ну не все, большинство, например, у Ланчарския оставила о нем более-менее положительные воспоминания, ну Ланчарский сам был такой весь, такой вот министр культуры, по-современному говоря, вот, а многие другие писали, что он был трус, что он был такой интриган, ну и, в общем, не очень симпатичная личность. Ну и это было такой, последний пример откровенного противостояния Петербурга, в данном случае Ленинграда и Москвы, или Москвы и Ленинграда, и, собственно, наверное, на этом, я думаю, все, иначе, как бы, у нас уже почти два часа. Какие есть вопросы у вас ко мне? Если они есть. Да. Можно спросить, вот когда Москва и Петербург строили, такой технический вопрос, извините, пожалуйста, канализацию. Вот провода не было ни там, ни там, я так понимаю. Вода была привозная, а канализацию? Ну, а как вы думаете? Знаете, знаете, такая профессия была, мне очень нравится название, золотая. Знаю. А в Питере она тоже была? А почему ей в Питере не быть? Он может как-то сразу при строительстве горка. Петр Первый пытался сделать канализацию себя в летнем дворце, в летнем саду. То есть там была такая система. Был этот, ну, а-ля унитаз, да, условно говоря, и там была проточная вода. Ну, а на этот унитаз действовал только летом, естественно, да, ну, зимой, как вы понимаете. Все, а так, нет, все по стандартной схеме. Выгребные ямы в дворах, с утра на этих битюгах, бочки приезжали, это все дело вычерпывали. Были скандалы, например, когда эти бочки, например, не довозили до тех мест, где они даже были выливать, выливали где-то в других местах. Ну, потому что там типа очереди, а нам ждать и ночью. Ну, там, ну, я не хочу эти подробности подробности вдаваться, да, но канализация отсутствовала. Да. Какие-то еще вопросы? Все. Вы к нам еще приедете? А? Приедете. Да, я надеюсь, что я к вам еще приеду. На самом деле там есть у нас определенные мысли по продвижению вашего города. А что это про Ивану вы хотели сказать? Да, какой-то интересный вставочий были. Там такая есть фотография номер один на рабочем столе. Покажите, пожалуйста. А, вот она. Был я тут вот благодаря вашему прекрасному корееведу. Да, в дворце пионеров по проекту Виктора Веснина построенных, ну, потом перестроенных. И обнаружил там, вот это тема моей предыдущей лекции, дворец советов на фреске. Сфотографировал. Вот, вывесил у себя сегодня. То есть, это 39-й год же, да? Я так правильно понимаю? Да. Фреска 39-го года. Еще эта мысль у всех, огонь-огонь. И вот он даже, видите, до города Иваново дошла. То есть, все жили вот с этой мыслью, что этот дворец советов будет построен. Если вам интересно, смотрите у меня вот предыдущая лекция на моем канале. Там она полтора часа. Там я подробно рассказываю о плане реконструкции Москвы, 135-го года. И там есть частично об этом торце советов. Вот. Это то, что я заприметил здесь. Павел Юрьевич, хотел благодарность вам выразить, также организаторам выразить. У меня такой вопрос. А вообще, он такой, по всей вашей работе, исторической, зачем изучать историю современников? Знаете, я один раз написала девушку, которая, у нее русская школа в этом, в Белграде, по-моему. И она попросила мне организовать скайп-колл с ее учениками русскими. Там есть какая-то русская диаспора. Зачем? И я им полтора часа рассказывал, зачем изучать историю. Но есть фраза, по-моему, того же самого Горовновского. Я сейчас не помню точно, что когда народ хотят лишить разума и будущего, его лишают истории. Вот, собственно, и все. Тут другое дело, что история, это вещь спекулятивная. И мы иногда живем под спудом определенных идеологем, которые нам нравятся. То есть, если мы коммунистически настроены, то все, что связано с Николаем II, мы воспринимаем не очень хорошо. Если мы... Да, для революции очень многое дело. Если мы монархически настроены, то у нас коммунизм как красная тряпка в буквальном смысле. И мне кажется, основная проблема нашей страны сейчас заключается в том, чтобы сгладить эти крайности. Ну, чтобы как-то попытаться привести к общему знаменателю. Потому что мне, например, не нравится нивелирование, изучение революционной темы. Там есть масса всего интересного. Но с другой стороны, ну, вот посмотрите, ну, как бы вот, вот, да, первые председатели вашего совета, поэт ваш прекрасный. Ну, как он закончил? Где он? В каком году? В 38-х. Да. Ну, то есть, понимаете, как бы, вот эта вот палочка всегда о двух концах. Вот мне сегодня провели тоже экскурсию на Красной Талке и вот идешь по этому вашему аллее прекрасном и вот 37-й год, 38-й год. То есть, это все имеет, как бы, одну и другую сторону. И акцентировать только на одном и нивелировать другой и наоборот, я считаю неправильным. За это меня многие ненавидят. Как вы видите развитие Москвы, строительство, с архитектом в будущем? И когда построить там двойцы советуют? Слушайте, ну-ка, я не москвич, и никогда им, надеюсь, не ставлю. Вот. Я же вернулся из Москвы, я переехала, полтора года пожил, но я вернулся в Петербург. И могу пока сказать, что единственный город, который мне реально очень сильно понравился после Москвы, после Петербурга, это город Нижненовгород. То есть, я был вдохновлен, конечно, этим городом. Вот. Но, возможно, город Иваново станет моей очередной любовью. Я не знаю. Надо в Луг доехать, еще больше понравится. В Луг? Ну, возможно, да. Но я могу сказать, что я, например, в Гробове дал жить там в каком-нибудь Париже. Ну, то есть, вот вообще врагу не пожелаешь. А развитие, я не знаю, как оно будет, понимаете? У нас, что в Москве хорошо? В Москве сейчас происходит то, чего, к сожалению, нет, и еще долгое время не будет в Иваново. В Москве, наконец, более-менее, люди начинают понимать, что платные парковки это хорошо. Хотя они им не нравятся. Да. Да. Почему? Потому что, соответственно, возникает возможность для общественного транспорта. Люди начинают понимать, что городская среда, она должна выглядеть по-другому, организована быть по-другому. Да, вот они все ныли, стонали два года назад. Вот это все самянило, плитку кладет, все строит, все пыль, пыль, пыль. Я говорю, ну, погодите. Ну, погодите. И вот мы погодили, и я теперь приезжаю в центр Москвы, и мне там намного лучше и комфортнее. Ну, я просто постоянно в Париж группу вожу, чем в этом прекрасном Париже. Понимаете? поэтому у нас есть определенный барьер. Вот я это тоже по Нижнему Новгороду чувствую. Я думаю, Вануа такая же история. Когда, ну, вот, я не знаю, ну, вот, автомобиль, например. Вот я вот, я езжу на своем, со своим маленьким велосипедиком постоянно в Москву приезжаю, или вот Барселону я его брал с собой. Я езжу с этим маленьким велосипедиком. И я вот один раз у меня был случай, когда вот едет рядом такой мерин. И я и рядом еду я. И я вот понимаю, что я в его глазах вот такой лох муравей. Ну, то есть, как бы он нормальный, он пацан, а я вот такой вот, 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 понимаете? Вот. То есть, и вот это, это то, что мне кажется, еще очень долго будет, ну, препятствием для развития городов, в принципе. Скажу, как вы, 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 если такие велосипедисты, как я соблюдаю ПДД. Тут я, к сожалению, вынужден согласиться, что многие велосипедисты не знают, что это такое. Ну, поскольку у меня стаж тоже есть водительские определенные. Я, когда я живу в велосипедах, я ненавижу пешеходов и водителей. Когда я езжу за рулем, я ненавижу велосипедистов и пешеходов. Это нормально. Какое образование общественного транспорта тогда? Если вот мы упираемся, что общественный транспорт это важно, какой является общественного транспорта в дальнейшем месте? В ванной утро, видите, вы говорите. Вы, знаете, это метро, пусть наземное, но есть наземное метро. Вот в Майами я видел, у них там есть монорельс, который катается и нормально. Вы можете смеяться, вы можете ржать, но если вы здесь построите себе вот этот монорельс, вы даже не представляете, насколько преобразится ваш город. Но для того, чтобы это произошло, это должно быть, во-первых, это, скорее всего, никакое государство вам не выделит на это полностью бюджет, это должно быть какие-то еще привлечения частых инвестиций. А вот для того, чтобы эти частные инвестиции привлечь, вот перед этим нужна такая колоссальная работа именно психологического характера. По преломлению, опять-таки, ну потому что, где ее прокладывать? Это же будет в ущерб все-таки чему-то происходить, вы же понимаете? И тут начнется. Вопрос нет где, вопрос куда. Общественная транспорт предназначена для массовой перевозки людей из точки А в точку Б и отсутствия промышленности для чего-то. Людей вообще некуда возить. И они как... Вот в состоянии брусов при принципе уже началось. Мы еще даже не начали, но уже мы имеем определенную точку зрения. А вы можете заприсать, если вдруг начнется? Что начнется? Что начнется? А пока... Когда будет задан вопрос обостройки чего-либо. Ладно, друзья мои, давайте в конце, в конце я вам расскажу кое-что. Значит, во-первых, я иногда действительно вожу людей в Париж. И вот у меня вот женщина из города Владимира Прекрасного, она хотела приехать на эту лекцию. Ну вот она ездила со мной, например, в Париж. Да. Я имею в виду про окрестные. А вообще как бы люди из разных вообще городов и весей как бы приезжают. Это не бесплатно. Я вам открою страшную тайну. Да, но не один из людей и не дешево, будем говорить скровенно. Но никто из моих людей, кто туда съездил, не остался как-то вот недовольным. Поэтому, если вас вдруг это интересует, пишите. Меня очень легко найти. Павел Перес в любом поисковике набираете, и там все мои аккаунты. Пишите, я вам вышлю, соответственно. На март уже группа набрана, там уже какой-то переношлак. А вот в конце года в Европу надо ехать обязательно вне сезон. Да, то есть надо ехать в октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Там тепло, там мало туристов, там отлично. И по этой лавочке я еще буду делать такой экспериментальный заезд в город Берлин, где вот специальную футболочку наделают, купленную в Барселоне. Это архитектор Мисс Ван-де-Рой, один из моих любимых икона стиля модернизма. Ну и масса всего. Там есть масса связей с Россией, естественно, ну, Берлин, понимаете, да. Там по тратам именно перелет, проживание, еда, все подешевле, чем в Париже. Вот. Тоже, если интересно, обращайтесь и так далее. Куда летите? Из Москвы? А это вы уже сами будете решать, на самом деле, какая вы... там директорально будет сами это обсуждать, понимаете? Потому что при... Масква дешевле. Вот вы знаете парадокс, еще вот женщина из Владимира летела через Петербург, потому что из Петербурга дешевле почему-то лететь в Париж, чем из Москвы. Вот это, вот это, вот это меня, вот это меня крайне удивляет, на самом деле. Там родлаймом. Дальше у меня начнется экскурсионный сезон в Москве. До Москвы вам проще доехать, на самом деле, имейте в виду, да, то есть там у меня, как правило, пятница вечер и суббота день. У меня, как правило, вот так вот экскурсия проходит. Ну, если вдруг кто-то из вас захочет оттопыриться, то 2 марта у нас в Москве, а 3 марта в Нижнем Новгороде, это вот выкоро, да, будет концерт устро-социального ансамбля СА, с разными всевозможными песнями, плясками, то тоже можете приезжать. Есть все подробности у меня в интернетах и так далее. Для зрителей этого прекрасного произведения, не искусства, хочу сказать, что я ставлю там реквизиты. Если вы захотите меня отблагодарить рублем, то можете это сделать. Ну, если у вас вопросов больше нет... Есть. Хорошо, давай. Знаете ли вы, что первый генеральный план развития города Иваново советский, да, предполагал сделать из Иваново столицу? Столицу не знаю, но вот мне показывали планы реорганизации а-ля московские, да, и даже вот у вас сохранился один корпус, да, ну, мне повезло, меня хорошие люди водили просто по городу Иваново. Что такой план был, я в курсе, но то, что планирую сделать столицей Иваново... А, РСССР. А, РСССР. А, РСССР, я готов поверить. РСССР готов поверить. Да. Нет, я этого не знал. Но я в вашем городе первый раз, я много чего о вашем городе не знаю, но я достаточно быстро осваиваюсь. в любой среде. А как сопротивлялась, когда приезжаешь? Я очень сильно сопротивлялся, но я не смог устоять от чар этого человека. Да. Какие еще есть вопросы? Вот это противостояние Москва-Петербург и сегодня она очень острая или как? В Москве, в Питере живут тормоза. Но я хоть и Петербург, ну, понимаете, ну, то есть, то, что я петербуржец, это же не делать меня, как бы, слепым, да, то есть, Москва это очень энергичный и быстрый город. То есть, там все, вжик-вжик-вжик-вжик-вжик. Вот у меня классическая история. Проводил экскурсию в Петербурге, приехали москвички, прекрасные, красивые девушки. Опоздали. Приходят с этими, ну, со стаканчиками кофе, говорят, знаешь, что, опоздали? Кофе ждали. Как это вообще возможно? Я когда жил в Москве, у меня вот эта сторона брюк, вот, в поганую погоду, она всегда была чистая. В смысле, в Петербурге. А в Москве она у меня всегда была грязная, потому что я вот все время бегаю, у меня вот эта грязь, она все время на брюках налипает. Ну, и все, кто приезжает, вот специалисты там в области рекламы и так далее, они, говорят, вообще не понимают, как вы тут работаете. То есть, в Москве там все тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. То есть, Москва, как я всегда говорю, это город для работы, Петербург – это город для жизни. Вот, вот, я сейчас уволился, и мне вот, я встаю так иногда, иду в бассейн, но правда сейчас эта веселая жизнь закончится потому что у меня тут проекция проект от муж с вашим городом что-то срастется я уже буду вставать и сразу печатать до строительства петербурга да вы сейчас современную налоги не проводите к тому что ну когда петербург строился в пику москве вот то что сейчас к сожалению вот украинцы делают в пику россии и они вас будут сейчас ставить пример что даже вы извините говорите что они все делают правильно вот ваш комментарий как нельзя больше подчеркивает тема нашей сегодняшней беседы только вместо европы мы говорим украина знаете я хочу сказать как на духу я прошу за эту грубость мне глубоко плевать на украину вот просто вот у меня сейчас очень хорошие близко знакомые с донбасса с донецкой с очень жесткой судьбой поэтому я у меня много там всяких разных подписчиков у меня один экскурсант из города одессы со своей женой сбежал в эту нашу тоталитарную россию другой в москве экскурсант сбежал из киева 3 сбежал из города николаева сейчас живет саранский приезжал ко мне значит москву должен был в париж поехать ему видит тоже там с визой какие-то проблемы были хотя игры зачем тебе визу тебя паспорт великий паспорт вот поэтому я даже не хочу этого касаться и прочее я вчера занимался в тренажерном зале в гостинице на свою беду включил телевизор и естественно в новостях ну как же как же не коснуться этой прекрасной темы украины на первом месте в рейтинге президентов лидирует актер зелинский но я считаю что страна заработала такого президента вот я искренне желая украинцев что они у себя выбрали наконец чтобы вот срослось это у них поэтому знаете вот это 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 вот все равно как действительно опять таки возвращаясь к более нейтральной теме футболистом спартака и зенита спросить какой лучший клуб поэтому я даже не хочу комментировать да то что они делать пику это правильно это правда у меня приятели вы есть в штатах очень хорошие много лет работы то много немал украинцев себе и горит от психология 1 вот пусть нам хорошо но лишь бы мы с колям хуже было вот поэтому ну чё то то мы все это все понимаем трезвые люди но зачем это пятьсот восемнадцатый раз обсасывать пусть они там себе живут и прыгают да еще так а как расстояние москве и питер в культурном планируется музыка насколько нужно более очень хороший вопрос на самом деле знаете четких вот таких разграничений нет тут нужно понимать конечно вот что петербург столицы и петербург столицы с кнопкой ну вот это вот это понимаете вот это все вот я дворянин там вот это в москве все было попроще какой-то отчасти до бы было было противостояние московской и ленинградской архитектурной школы в тридцатых в двадцать тридцатых и сороковых она существовала это правда ну она наверно сейчас я просто сейчас не очень слежу за этим вот ну вот я имею вот этот конкретный период я совершенно точно знаю дальше возможно ну скажем я не знаю там может быть какая-то поэтическая там история хотя на хореографии до школы хореографии школа скрипки кстати вот у меня дитятина скрипки играет очень жесткая конкуренция между преподавателями петербурга и москвы вы поддерживаете возврат столицы обратно в петербург нет ну то есть вопрос зачем я поддерживаю перенос я поддерживаю перенос страницы например в балагу и ну то есть вот иногда я я иногда думаю ну то есть ну окей но ведь перенос столицы в казахстане же перенесли в турции же перенесли но только пораньше конечно переносили слабо непонятно почему сделали в турции тоже понятно я имею да не прошу понятно у нас если бы у нас перенести тоже бы было понятно почему вот но во первых вы поймите это же это это я нажимаю сколько-то денег ну то есть вот просто перенести денег немного надо а я все забываю что есть ну хорошо пусть это понял на бразилии построил все новые столицы денег немного чё-чё-чё-чё-чё-то паришься совсем ложкой вопрос не в деньгах в этом обрадуетесь или будет я буду рад потому что я считаю что это нездоровая ситуация когда все концентрируется в москве и когда как бы у нас есть москва есть остальная россия есть такое дело я не хочу петербург и носить я хочу еще раз говорю нет 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 вот мне кажется вот балагой было бы идеально путину точно между между городов но то есть не обязательно все 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 органы переносить но часть бы я бы перенес на самом деле но это утопит это это утопичные понимаете я думал о том что переносить 1 сибирску это неудобно для нас но объективно то есть это потому что мы временные пояса с европой туда-сюда это не очень хорошо развитие регионов понимаете что вы сейчас не говорили все равно этого не произойдет ну чё мы тут себя ну ну да было бы было бы хорошо если бы столица переехала да тем более на это не надо много денег как мы только что выяснили да то есть казалось бы но но у ее на учета там пожалуйста пол бюджета иванова и вперед так до пол стоимости ванну что друзья мои все тогда да спасибо большое